Давайте вместе поговорить с собой. Сейчас будет такая зимняя сессия, потом будет такая весенняя сессия. Потом посмотрим, что это может преобразоваться. Для меня вот это было главное, дать другим людям, которые явно больше, чем я знаю, высказаться и сказать про счастье. Сейчас мы сделаем так, что у нас Даниил, который сегодня должен был присутствовать, он очень просил прощения, что он занят, и мы его включим через Skype. То есть у него будет такой интенсивный монолог, какие-то практики, которые он хотел предложить через Skype. То есть мы построим его чуть по-другому тогда. Сейчас у вас у каждого будет небольшое количество времени рассказать о себе и счастье, включая Даниила, когда мы включим в тайн. Илья, Даниила, Александр. То есть в таком формате. А потом у нас есть четыре темы, которые были написаны в самом Увенте. И я предлагаю вам, как людям, которые стараются понять, что для счастья, получить обсудить эти четыре темы и потом, собственно, подключиться вам после этих четырех тем, все, что вас беспокоит, интересует, что по-вашему было сказано или не сказано, в конце участвовать в общее обсуждение. И я надеюсь, мы так активно пройдемся и закончим ближе к семи девятнадцать часов. Это все? То есть это и немедленно, и не быстро должно быть. Понимаю внимание. Да, у нас со стримом все хорошо. Привет всем, кто смотрит нас в стриме. Большое вам спасибо. И тоже можно писать вопросы в комментариях с Тримом или еще куда-то. Хорошо, да. В общем, мы сегодня начинаем. Еще к нам присоединиться Сергей Дубник. Я надеюсь, если он обещал присоединиться. Это модерятер «Дискуссия», а создатель «Достанство 001», на том, кто находится, который нам помогает и ценности которого близки к тому, как искать часть. В общем, мы начинаем. И всегда даем слово. Да, ну, приятно здесь вас видеть. Я тоже сегодня приехал, собственно, из Пелой Церкви. И я был сейчас. Для того, чтобы поговорить на эту тему. Ну, мне сказали, что у меня есть минут пятнадцать. Я думаю, как пойдет. В принципе, с одной стороны, сказать можно много. С другой, мне кажется, что лучше говорить в диалоге. То есть в меньшей степени самому, в большей степени как-то вместе с другими. Потому что то, о чем я тоже буду говорить, и я думаю, не только я. Я уверен, что счастье – это то, что возникает у людей в контакте между собой. То есть часто, более того даже как правило, нам себя недостаточно для того, чтобы быть счастливым. То есть нам так или иначе нужно взаимодействовать с другими людьми. С близкими, с родными, с друзьями, с незнакомыми, которые создают благо, которым мы живем. В том числе благо эмоциональное, в том числе культуру, к которой мы обращаемся. Поэтому, наверное, устраивать, собственно, исключительный монолог было бы и неправильно, и нелогично, и не соответствовало бы теме, за которой мы все здесь. Поэтому я расскажу немножечко, во-первых, как я пришел к этой теме, потому что это важно в контексте того, о чем я буду говорить. И дальше немножечко расскажу о философии, психологии счастья, то, как это видят современные теоретики, исследователи. Я думаю, что к этой теме можно будет возвращаться еще и еще, если это будет актуально. Но, тем не менее, какую-то вводную я мог бы дать. Как я заинтересовался этой темой, все было довольно банально. Я учился на последних курсах философского факультета, у меня есть философское образование, образование психологическое, на отделении религиоведения, и мне интересовало, о чем же писать магистрскую работу. Да, потому что хотелось писать о теме, которая, с одной стороны, была бы мало изучена, с другой стороны, научным способом. С другой стороны, та тема, которая бы соответствовала какому-то интересу и моему, и, в принципе, могла бы вызвать какое-то оживление у людей. То есть не что-то банальное, не что-то такого общего характера, а что-то более-менее интересное, и при этом то, где можно было бы еще сделать что-то новое. Потому что одной из моих мотиваций является поиск какой-то новизны. То есть делать что-то не только банальное, а что-то, что могло бы заинтересовать и людей, и меня, и как-то сказать какое-то новое слово, небольшое. Я люблю читать книги, я люблю их читать как в бумажном виде, так и в электронном виде. Просматривал библиотеку одну из тех электронов, которые существуют, где можно скачивать книги, и обнаружил там книгу Майкла Аргайла «Психология счастья». Я о ней когда-то слышал, ранее когда-то видел, что она есть. Книга, надо сказать, замечательная, правда, ее можно рекомендовать. Единственное, что она написана по данным, собранным до 2002 года включительно. То есть она до 2002 года издает. Соответственно, если интересует что-то поновее, то лучше искать другие источники. Но тем не менее. Вот некий такой компендиум. И там была глава «О счастье религии». Я, как человек, который обучался на отделении религии и нервовского факультета, понял, что можно взять эту тему и следовать. Я написал работу одну, потом магистрскую. После этого я был на конференции по позитивной психологии в Москве 2012 года. Эта конференция была сугубо англоязычная. Она проводится раз в два года в разных европейских городах. То есть это, можно сказать, она была в Москве, но она была не на русском, она была исключительно английском. Там я увидел довольно много людей, с которыми я общался, ранее читая их статьи и их книги, их работы. То есть это конкретные исследователи счастья, в первую очередь, из Соединенных Штатов Америки. Через два года я поехал на конференцию в Нидерландах, тоже по позитив психологии. То есть она тоже была того же рода, что и конференция 2012 года. Там были секции про happiness, про позитив emotions, про психологию и т.д. Про personal strengths, сильные стороны личности, про positive education и т.д. То есть все то, что в принципе делает нас счастливыми и связано с каким-то позитивным функционированием. Я написал диссертацию, недавно ее защитил по психологическому благополучию. То есть это синоним счастья в науке. Сейчас об этом буду говорить. О неверующих людей. Потому что меня все-таки, как человека, который занимается не только и не столько счастьем, сколько связью счастья с личностными убеждениями. Причем, что меня интересует? Меня интересует связь счастья с убеждениями религиозными, политическими, социальными. То, во что мы верим, как это связано с тем, что делает нас счастливыми и насколько мы счастливы. То есть об этом тоже можно поговорить. Правда, единственная оговорка. Можно поговорить на основании данных собранных в западных стран. Потому что в Украине исследований проводятся очень-очень мало. Когда я был на конференции в Нидерландах по позитивной психологии, я был единственный участник с Украины, учитывая, что количество участников составляло где-то около 900 человек. Почти тысяч человек. Я единственный человек, который приехал с Киева и вообще из наших стран. То есть это огромная проблема. Потому что даже россияне, там был Дмитрий Алексеевич Леонтьев и множество его учеников. То есть люди, приехавшие. Более того, они приехали не без доклада, а с докладами, с мастер-классами, с фотошопами. То есть вполне себе на уровне своих зарубежных коллег. От Украины практически никого нет. То есть у нас эта тема не исследуется. Максимум, что мы можем сказать, это у нас есть несколько небольших данных, собранных по Украине, по нам с вами. Плюс несколько человек, которые просто умеют читать на английском и знают, каким образом пользуются Google для того, чтобы находить эти источники. К сожалению, это большая проблема. Как, в принципе, в науке у нас в целом. Ну, давайте теперь о чем-то более оптимистичном. Потому что тема у нас счастья и лучше говорить не о том, каким образом это исследуется у нас, о том, каким образом оно должно быть и что происходит, в общем-то, в мире. Значит, я проведу небольшой исторический экскурс. Во-первых, тема счастья столь же универсальна, сколько универсальна и человеческая природа, и человеческий вид. Да, то есть мы не знаем, насколько имеют представление о счастье представители охотников-собирателей, то есть наши эволюционные предки. Однако мы знаем, что биологические живые существа склонны к тому, чтобы искать удовольствие и избегать другое. Фактически биологическая эволюционная функция счастья состоит в том, чтобы направлять существа, те или иные биологические виды, к тому, что способствует выживанию. Причем, в первую очередь, выживанию людей, если мы вспомним Докинза. Его работают эгоистичные гены, в принципе, это работа векла в основном общесовременного видения интеллектуатами западными и того, что происходит в мире. Это некая базовая методология. Докинз утверждал, что мы являемся биологическими машинами, задачей которых является, в общем-то, продвижение, продление ансамблей своих собственных генов в будущем. То есть это способ для генов размножаться и распространять себя. Поэтому для того, чтобы, это немножко похоже на теорию заговора, но просто это стоит воспринимать не какие-то персональные силы, а какие-то совершенно не личностные силы, которые нами не то чтобы управляют, но лежат в основе нашего мышления и поведения как такового. Да, при том, что у них нет воли, у них нет эмоций, они ничего не хотят. Это просто некий закон природы. Так вот, если мы делаем что-то, что, и не только, да, любые существа, обладающие нервной системой, делаем что-то, что способствует выживанию вида и наших генов, то есть, соответственно, находим вкусную пищу, свариваемся, размножаемся, получаем некие богатства, доступ к материальным ресурсам, получаем некое могущество. То есть, опять-таки, способ распространить свои гены, потому что, если у меня есть могущество, я могу, да, там, как можно больше потомков получить, соответственно, мои гены будут распространяться, мой вид будет расти. Тогда я ощущаю счастье. Да, то есть, такой очень механистический подход, который в целом работает на самом базовом биологическом эволюционном уровне. Если я делаю что-то, что не соответствует, соответственно, социальной изоляции, астракизм, я не могу продлить свои собственные гены в будущее, да, меня изгоняют, я умираю, это не способствует выживанию, да, у меня нет еды, я тоже, там, голодая умираю, я болею, испытываю нечто неприятное, эмоции за то, что испытываю боль, я ощущаю несчастье. То есть, позитивная роль позитивных и негативных эмоций, это просто подкрепление полезного поведения для выживания, такого сугубо дарвиновского, и, соответственно, наоборот. Если я ощущаю что-то, связанное с несчастьем, с страданием, я пытаюсь это поменять, да, это как зеленый свет, красный свет, светобор, да, зеленый свет, про все правильно есть, да, красный свет остановись, что-то не так, да, мы поменяли линию поведения. Почему, собственно, счастливым быть не так просто? Потому что, если кто-то из вас читал, например, такого автора, как Юваль Мой Харари, хотя это общая идея, да, у него есть книга «Человек разумный, любым разумным». Да, она продается в книжных, у него скоро «Гомо Деус» выйдет, израильские истории. Он говорит о том, что люди, в общем-то, от общих светов. Да, просто у него она очень хорошо изложена, и у нас есть доступ к этим книгам, что они переведены. Он говорит, что мы не эволюционировали для того, чтобы быть счастливыми, а мы эволюционировали для того, чтобы счастье искать. То есть, соответственно, то, что является нашим естественным нормальным состоянием, это состояние поиска счастья, а не состояние вот быть здесь и сейчас счастливым. Если вспомнить известных людей, известный афоризм Наполеона, я был счастлив лишь несколько дней своей жизни. Да, при этом всю жизнь он действовал таким образом, умножая и приумножая свою власть. Да, вот власть, как вот этот феномен, как следствие поиска счастья, того, что-то ему нравилось, хотя счастлив он был не до. Вот такая вот биологическая природа, в общем-то, немножко невзрачная, немножко неприятная. А теперь давайте поговорим о философии. Собственно, каким образом люди стали приходить к пониманию счастья и того, что делает нас счастливыми. В первую очередь надо вспомнить античность, это сократические школы, да, в первую очередь это школа хиринаиков, был такой замечательный философ Аристиб из Кирены, который утверждал, соответственно, то, что, как мы сейчас понимаем, согласовывается с биологическим императивом. Это счастье, как наличие удовольствия, и причем даже чувственного удовольствия. Тоже от того, что мне приятно. Которого больше, чисто количественно, чем того, что мне не приятно. Тоесть мысли, то есть, негативных name. Соответственно, для того, что смысл, жизненный да, состоит в том, что быть счастливым. Мы всё это ведём, и быть счастливым, и быть счастливым, это значит испытывать существенно больше, позитивных эмоций, чем негативных. Нормальный, адекватный, по мнению Аристипа, человек, это человек, который максимизирует, приумножает удовольствие и как можно меньше переживает негативных умений. Все вроде бы очень просто. Далее, Аристотель, известный ученик Сократа, более того, его работы, его никомаховая этика до сих пор цитируется в современной предоставительной позитивной психологии, то есть он является вполне себе современным автором, несмотря на то, что автор, как мы знаем, вполне себе античный, учитель Александра Матиновского. Аристотель понимал счастье как активность души в полноте добродетели. То есть это уже не столько связь с чем-то приятным, сколько действия человека в соответствии с тем, что им и в рамках его культуры понимается как должное, правильное, хорошее поведение, хорошее деятельность, хорошее действие. Тут каждое слово важно. Во-первых, счастье представляет собой действие, а не переживание. То есть переживание это вторичное нечто, второстепенное по отношению к тому, что я что-то делаю. Если вспомнить античный добродетель, что это было? Это была смелость, это было участие в политике. Аристотель считал, что человек, который не участвует в политике, не является свободным, следовательно, не является счастливым. Потому что вот он не проявляет себя, а он не проявляет какую-то свою гражданскую добродетель. Вот, скажем так, представление Аристотеля о счастье лежит в основе другой традиции. Если Аристотель говорил о том, что счастье это удовольствие, просто сумма удовольствия, которая намного больше, чем сумма страданий, для человека важно эти удовольствия получать. То для Аристотеля счастье является деятельность человека в соответствии с тем, что он и в рамках его культуры понимается как нечто правильное, нечто осмысленное. Нечто то, что выходит в воде человека за пределы его какого-то эгоистического интереса. Далее надо понимать, что сам этот гедонизм, хедон, это удовольствие, сам акцент на удовольствие, тоже не был универсальным, и он понимался по-разному. Например, такой философ, уже более поздний, чем Аристотель, утверждал, что, собственно, удовольствие не является каким-то сильным переживанием. Удовольствие – это отсутствие неудовольствия. Для того, чтобы быть счастливым человеком, необходимо отказываться от каких-то потребностей, которые вызывают сильные эмоции, потому что лишение этих эмоций вызывает сильное страдание. Тут можно упомянуть параллели и переклички с буддийской мыслью. Буддисты говорили нечто похожее, если вы помните о том, что есть четыре благородные истины, истина о страдании, о причине страдания, о преодолении страдания, о пути ведущем преодолению страдания. Согласно буддизму, человек, который испытывает удовольствие, в действительности все равно страдает, потому что удовольствие не постоянно, удовольствие когда-нибудь закончится. Человек, сравнивая свое нынешнее состояние с состоянием удовольствия, будет страдать. Поэтому мудрый человек, в соответствии с Эпикуром, это человек, который избегает сильных эмоций любого рода, который не гонится за удовольствиями для того, чтобы испытывать гармонию с собой, гармонию с окружающим миром, не испытывая каких-то сильных, сложных эмоциональных реакций. Рассказывает тоже такой исторический анекдот, когда отец и сын шли к Эпикуру учиться в сады Эпикура, и вот отец утонул, сын его не смог спасти в болоте, где он там утонул, в реке может быть. И сын пришел к Эпикуру и сказал, что я пришел, мы с отцом шли учиться у тебя. Я не смог спасти отца, отец утонул, но я хочу сказать, что я усвоил твою философию, потому что я нисколько не волновался по этому богу. Да, мне это не вызвало никого страда. Вот, я счастливый человек. Вот, скажем так, античная мысль. Там уже были заложены некоторые тенденции, которые потом, даже можно сказать и сейчас, дискутируются современным представителем позитивной психологии. Далее, история амнистина, там можно оставляться отдельно. Можно сказать, что представление о участии есть и в буддизме, и в христианстве, в разных религиозных, в разных принципах философской мысли. Да, и у Канта, и у Гегеля, и у Шопенгауэра. Но, тем не менее, у нас с вами немножко не история, представление о счастье. У нас 2018 год, поэтому я остановлюсь немного о том, чтобы современная позитивная психология, как счастье, изучается в настоящий момент. Ну, а потом передам слово коллегам, потому что очень много солировать тоже неправильно. Я говорил, что я хотел бы, чтобы какая-то беседа происходила больше в биологии, а не только в том, что я сейчас сижу и в комнате читаю. Мне кажется, это тоже не совсем логично, исходя из той темы, которая у нас заявлена. Современная позитивная психология возникает в конце 90-х годов, связанная с именем такого американского психолога, как Мартин Селлиман, который в 98-м году был главой Американской психологической ассоциации. Он произнес речь на заседании Американской психологической ассоциации, когда выбрали президента. И сказал о том, что современная психология развивалась преимущественно как дисциплина теоретическая, эмпирическая, прикладная, которая ориентирована в первую очередь на помощь людям в преодолении психических и психологических страданий. То есть это психотерапия, это помощь людям с депрессивными расстройствами, с тревожными расстройствами, там где-то, возможно, помощь людям страдающими психозами. Это способ, грубо говоря, как он это назвал, перевести человека из состояния минус 6, состояние минус 2 или 0. При этом психология ничего не говорит о том, да, исследований очень-очень мало, что же делать, если у человека уже есть 0 или даже плюс 2, ну, что он хочет плюс 4, плюс 6 или плюс 8. Непонятно, что нужно делать. Потому что страданий каких-то сильных, подрывающих его желания, ошибок, нету. При этом он ощущает, что что-то не так, что могло бы быть и лучше. Да, и психология тоже должна отвечать на вопрос, собственно, что сделать для того, чтобы человек мог проживать жизнь более счастливо, чем он это делал, да, и функционировать лучше, да, то есть лучше работать, иметь лучшее взаимодействие с другими людьми, с окружающими, да, лучше воспитывать детей и так далее и тому подобное. Да, то есть не столько решать проблемы, сколько помогать человеку улучшать качество жизни актуально. После этого, в принципе, уже в 80-е годы возникают исследования счастья, исследования Додинара, исследования Руда Вишковина, экономисты-политологи занимались этой темой так или иначе. Однако вот с конца 90-х, 2000-х годов возникает вот эта тенденция о том, что такое движение, да, задача которого изменить современную академическую психологию и сделать ее более сбалансированной. Да, при том, что очень важно, что Селегман не говорил о том, что не нужно бороться с депрессией, или что не нужно бороться с тревожными расстройствами. Селегман говорил исключительно о том, что психология должна быть всеобъемлющей, то, что она должна объяснять и что делать с тревогой депрессией, и что делать для того, чтобы быть счастливым. Причем тут можно тоже упомянуть и других авторов, которые говорили, что психотерапевтов, которые работают непосредственно со своими пациентами и клиентами, которые говорят о том, что человеку в действительности нужно не только и не столько преодолеть какое-то страдание, сколько обрести смысл жизни и понять, зачем он живет, да, и почувствовать это вот удовольствие от жизни. Да, и когда нет данных о том, что же с этим делать, возникает вопрос, собственно, что мы изучаем. Нам необходимо изучать человека в целостности, в том числе и счастье, и позитивное функционирование, и позитивные эмоции, и эффективную работу. В современных исследованиях счастья есть два больших подхода и довольно много подходов в рамках этих двух. Да, первый подход гидонистический, где счастье понимается как позитивные эмоции минус негативные эмоции, плюс удовлетворенность человека жизнью в целом. Человеку дает опросник, да, этот подход наиболее обоснован, наиболее прост, есть еще импиричные данные, импиричные сведения, количество исследований. Человеку спрашивают, скажите, вы удовлетворены жизнью в целом? Дайте ответ от 1 до 7. Известный опросник Эдадинера, 5 вопросов такого рода, насколько удовлетворен своей жизнью, да, там, и так далее, и так далее. Потом суммируются баллы, и максимум баллов, соответственно, 35, да, ну, и там уже распределяется по странам, по категориям, по группам населения, и так далее. Да, вот гидонистическая психология. Плюс в последнее время Динер добавил еще удовлетворенность отдельными сферами жизни. То есть, насколько человек удовлетворен семейной жизнью, насколько человек удовлетворен работой, насколько человек удовлетворен общением с друзьями, там, и так далее, и так далее, и так далее. В зависимости от сферы жизни отдельного человека. Есть другой подход, который называется эвдемонический. Собственно, эвдемония – это греческое слово, одно из слов, означающее счастье, потому что там тоже есть терминологическое различие. Есть, например, слово «евтихия», означающее счастье как успех, даже не столько успех, сколько удача, как нечто случайное. Когда мы говорим «удача тебе», предполагается, что если я сейчас выйду отсюда после семи и выиграю миллион долларов, можно сказать, что я счастливчик, что-то, что не связано с моей активностью, приходит ко мне извне, что делает меня счастливым. Есть слово «евтихия». Аристотель противопоставлял «евтихию» и «евдемонии». Эвдемония – это активность души в полноте добродетели, это то, что сам человек делает, считая осмысленно, то, что делает его счастливым. Фактически, если гедонистический подход предполагает, что человек отвечает, что он счастлив, и его позитивных эмоций больше, чем негативных, он счастлив, эвдемонический утверждает, он более тонкий, более сложный, утверждает, что человек счастлив, если и только если он действует в соответствии со своими убеждениями, и если он реализовывает смысл, который, как ему кажется, является для него ключевой. При этом человек может страдать, при этом человек может испытывать негативные эмоции. Допустим, исследования показывают, что воспитание детей – штука вообще не помогающая человеку быть счастливым, и донесучая. На самом деле, человек плохо спит, потому что дети плачут, дети требуют внимания, дети требуют чего-то, дети могут болеть, это вызывает страдание, страх, тревогу. Дети могут получать плохие оценки, дети могут не соответствовать ожиданиям и так далее и тому подобное. Однако, человек, который воспитывает детей, если у него спросить, несчастливый ли ты, он может даст баллы, такие же ответы, как и люди без детей. Однако, если спросить у него, как тебе кажется, имеет ли это смысл, он скажет, да, конечно, безусловно. Да, хотел ли бы ты, чтобы детей у тебя не было? Вернуться в прошлое и сказал, что детей у тебя нет. Да, он, скорее всего, скажет нет. Поэтому, тут надо тоже понимать, что то, что мы видим как счастье, является разным для разных людей, и есть разные подходы, и нет единого мнения о том, что же является счастьем. При этом, и это уже последнее, о чем я скажу в самом вступительном слове, что довольно много исследований эмпирических есть, которые все-таки, несмотря на то, что у нас нет единого мнения, есть еще хрусткультурное различие, то есть люди в разных культурах по разным понимают счастье. Когда один из исследователей Джон Танхай путешествовал по Индии и тоже проводил там опросы, он спрашивает у женщин, а вы знаете, Индия это страна, помимо того, что эзотическая, так еще она очень разнообразная сама внутри себя. Там очень много народностей, языков, есть племена, которые вообще там не вовлечены особо в социализационный процесс, и так далее. И он где-то в одном из штатов Индии спрашивает у женщин, скажите, вы счастливы? А она говорит, знаете, спросите лучше моего мужа. А для него это нонсенс, потому что, как любой добропорядочный американец, он уверен, что человек знает сейчас, как он или нет. А для культуры, в рамках которой существует эта женщина, нормально, что этот ответ знает муж, у нее нет ответа на этот вопрос. Если каждый из вас, я, все мы, то есть я спросим, являются ли мы счастливы, насколько у нас появится этот ответ. Но не во всех культурах это происходит таким образом. Это, в общем-то, довольно-таки новая идея, что субъективные ощущения свидетельствуют о каком-то положении вещей. Поэтому, при том, что мы не до конца знаем, что такое счастье, мы берем довольно простой критерий, это удовлетворенность, то, как человек отвечает, насколько он счастлив, и измеряем по разным странам, по разным культурам, и надо сказать, что тоже нет смысла. Я так понимаю, что у нас еще будут докладчики, которые тоже будут об этом рассказывать, говорить, что Украина, в общем-то, является одним из самой счастливой страны. И что, ну, мягко говоря, очень несчастный, но из самых несчастных. И вопрос, что с этим делать, тоже, я думаю, что если возникнет такой вопрос, я тоже об этом немножко расскажу, потому что я был в 2014 году, как раз после событий на Майдане, но до Войн, да. Я был в Голландии, там тоже у меня был вопрос, собственно, что делать, чтобы сделать украинцам более счастливыми. Да, я собрал вот несколько таких мнений, несколько ответов, тоже было бы, может быть, интересно как-то в рамках нашего формата об этом поговорить. Ну, можно по этому общению сделать конференцию. Да, я думал, там, на самом деле, для того, чтобы сделать конференцию, надо, чтобы были люди, которые изучают это количество. Потому что я, в общем-то, количество изучал довольно-таки узкую свою собственную тематику, да, на уровне поболтать без проблем, но хотелось бы, чтобы это было как-то подкреплено конкретными данными, конкретными результатами. Ну, так, посмотрим, я думаю, почему нет. Хорошо, все, спасибо, давайте. Спасибо. Да, с другими коллегами, а там. Спасибо. Окей. Меня зовут Винникол Сембер, я тоже пришел из сферы признавства, можете писать, потому что я, вот, для меня, первое, все счастье, воно, ну, если брать науковый разряд, досліджение этого вопроса, то воно мае быть для меня, первое, все, связано с практикой, да, что я могу сделать за допомогой науки, чтобы стать самому счастливым. И с этого погляда я всегда пытался дослідживать, поэтому, в основном, философия, я больше интересовался релігии, ну, и так сталося. Я занимался индийской, в основном, релігии, это индуизм, мудизм, но потом я еще, моё прагнение до счастья меня привело так же до исследования психоделики, я отримал степень магістра потом в Ливерпульском университете. На Мульсу там была как раз программа с трансперсональной психологией, и там дослідживался цей трансперсональный доставь людей, давно только это связано, естественно, с психоделиками, с медитацией, даже с больными, с больными такими переживаниями, насправді, ну, вот у меня одногрупный исследование, например, про счастье людей, которые хворят раком, невеликованные, как и Бумунского. И он там доводит, что, насправді, что там есть сильный и духовный опыт, и они тоже, ну, много из них переживали много счастья, скажем так, цивиличные дни и семьи, в которых они живут. Потому что это действительно такая, насправді, сложная тема счастья, потому что, ну, что может быть важнейшее для людей, чем их жизнь. Но, тем не менее, будучи, знающи, что человек помре скоро, она, впрочем, намагается быть, как бы, более счастливой. Ну, не все, конечно, люди, но есть люди, которые пытаются. Вот. И для меня было интересно, какие методы досягнули счастья. Ну, и я дослеживаю, как релігийные практики, например, тот самый буддизм. И связано с буддизмом. И связано с буддизмом. Идея буддизма пришло саме в психотерапии. Можливо, вы знаете, вот mindfulness очень популярный вид психотерапии, можно сказать. Ну, это медидация, это техники медидации, поглядания, там, работа с розумом, но и часто используется, как психотерапия саме, при работе с ПТСР, при работе с залежностями. И когда, например, человек, она, например, намагается подправить с певной залежности, да, она перестает отримать там, там, певную гормональную поведенковую потребность. Да, и она потребует, какого-то, ну, скажем, замещения, або какого-то инструмента, за помощью которого она может повернуть нормальный стан и счастливое життя. И, соответственно, это очень помогает технике. Ну, если просто сказать, как это, возможно, технически, да, потому что, какие-то техники, mindfulness и все-таки, да, медидация, классные штуки, да, но конкретно не говорят, что все нужно делать, да. Как это работает, я так поясню. Ну, если, например, ну, возможно, там еще будет про это детальней, я не знаю, селекция, я так понимаю, с физиологии, да? Ну, 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 скажи, а социолог. А, социолог. А, социолог. Да, по поведению, да, по поведению, да, по поведению, да, по поведению. Ну, ну, если брать физический вимир людини, да, то это гормоны, да, значит, это наши гормоны, всеми известны, это серотонин, дефамин, у меня такими зомнами теж аллеры, окситоцин, есть еще и другие, мелатонин, который за соми соответствует, и это тоже связано с счастьем, и там она канабиоид. Вот. И еще есть несколько, я не помню так, назв этих гормонов, да, но с использованием, например, психоактивных речевин, або организм подделяется, або вместится в самих речевин. И есть поведенковые разные вещи, да, которые люди вызывают выделение этих гормонов, которые делают людину, ну, не то, что они делают, но они просто делают по знакомому частью физиологического человека. И если взять, например, медитацию, да, если человек с помощью медитации вызывает в себе, он вызывает в себе эти гормоны, и, соответственно, она переживает то же самое счастье, как человек, там, при наркотиках, и, возможно, в значительно контрольованнейшей форме, и, да, он может сама керувати своими станами, и распределять. И как, например, происходит, ну, если брать позитивную психологию, как это происходит, да, когда человек ведет тебя, да, что что происходит, то что происходит, то что происходит, например, в буддизме очень популярно это спостережение за думками. Вот вы, например, можете хоть зараз это сделать, вот, протягом, даже, эвекции, да, иногда, ломячи себе на думке, какие сейчас у меня думки больше позитивные или негативные. Ну, и, скорее всего, что разные люди имеют разные, как бы, шкалюбания. В кого-то очень позитивные, в кого-то нейтральные, в кого-то негативные. И то же самое вы можете делать во время жизни. Когда вы просто сели, задумались, про что-то еще взрослывались, вы можете высвятковывать, как сентенции разум. И тогда вы видите, что у вас разум, он тенденционный до певных... И когда вы это пометили, да, сколько, например, негативных думок за хвилину, вы можете уже с этим что-то сделать. И таким чином у вас поведенково изменится тенденционность вашего разума. Ну, как правый помогает за вами. И, соответственно, вы начинаете бачить больше позитивных. Как это работает с точки зрения мозга? То же самое идея, которая сейчас очень популярна – нейропластичность. Что такое нейропластичность? Это здатность мозгу утворять новые связки и быстро навчаться. И человек каждую хвилину своего життя, каждую секунду и она навчается. Просто чему она навчается – все же иначе питание. Например, если человек тренирует в себе здатность быть несчастной, то она в этом достигает успеха. Если она тренирует быть счастливой, то она достигает успеха и счастья. И все. И, например, есть, например, таких людей, которые, ну, все сделается добре, прийти там на пляж, ну, и хвили в силу, и витер не тебе дует. Ну, то есть, человек очень хорошо научился помечать, что не так с усим Всесвитом, с творением. Она может развивать этот навык, и быть максимально несчастной. И, наоборот, человек, которая помечает хорошие вещи, отшлифирует эту способность быть счастливой от всего. Как мы лентим? В принципе, в них это, как англійськомов, вау-эффект, да, о, типа, зірочка, о, хмаринка, о, яка, дивись, у них это отбывается натурально. Потому что в них еще нема, например, в психологии есть такая тема, как вивчена безпорадность. Мы уже слышали, что такое? Такие эксперименты, собачку садят в клетку, там легкий струн впускают, и она перебегает на нижнюю струну клетки, ну, перестрибует, где нет струн. Но если поставить барьерчик, и пару раз со своей струном ударить, а она ввется в эту клетку, не может ничего сделать, она, короче, перестает. Она просто лежит, и, короче, отримает этот струн невеличкий, и, короче, так соби лежит. Потом, когда прибирают эту часть клетки, и снова так шорируют этот струн, она никуда не идет, она соби лежит, хотя уже она может выйти спокойно. Так же, эта вивчена безправденность, она часто в школах проявляется. Дети до школы, они счастливые, ну, если их там, они, в принципе, радуются, у них счастье натуральное. Они радуются, у них просто эта звичка счастья, вона есть. Потом, у них з'являются, и в дорослом в житті посилуются, это вивчена безправденность. И питание в том, в принципе, для взрослого человека, как это счастье повернуть, да, как и радыти життю. И, фактически, если она ей даётся это сделать, ну, есть техники, связанные с социальными вещами, потому что, например, социальные связи, они виробляют в жизни, это и окситоцин, это и гормоны дружбы, близкости, это очень важный гормон для человека. Если человек за допомогою своей деятельности в жизни, она научается вырабатывать эти гормоны счастья, она получает несколько снов, несколько связей, несколько контактов, несколько смыслов в жизни. И это все, что я называю, эти все эссивности, фактически, они за собой имеют гормональное подтверждение. И, если у вас будет счастье, вы будете счастливыми людьми, вы просто будете фюзиологично переживать счастье. Ну, и я могу сейчас остановиться на вопрос творчества и счастья, но, в принципе, я думаю, что все эти вопросы будут всплываться протягом дискуссии, и я буду подключаться, возможно, с какими-то исследованиями, с того или с того сделанного привода. и мы все это делаем и продолжим. Да, прежде чем передать с ума до него, я понял, что вам оттуда не видно скайп, поэтому давайте вот где-то из стула переставим чуть-чуть туда, и лавочку передвинем тогда сюда. куда-то с туманом подняться с туманом. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да Олександр Ну і так, знаєте, може, Олександр і назвість свою саму сильну характеристику, яку про себе можете сказати. Я Олександр, допустим, я Данило і я уважний. А я, мене называють Йогом. Йогом? Да. Ага, Олександр Йог. Так, добре. Наступай будь ласка. Да, Илья. Лена? Илья, Илья. Я не знаю, я неплохо пишу. Угу, хорошо пишу. Значит, у меня как? Излагатель. Излагатель. Супер. Так, Супер. Так, Ще. Егор. Егор. Я нахожу чужие ошибки. Ещё раз? Я ищу чужие ошибки. Ага. Ще раз переномлю. Что делаешь с чужими ошибками? Ищу их. А, ищешь, ищешь. Знаходишь, умеешь находить чужие ошибки. Так, кто у вас там в шее? Так, тут есть Олег. Он эзотерик на пенсии. И посовместитель же он научный сотрудник. Ага. Значит, у нас один Молковецкий. Ще раз як звуть? Олег. Олег. Так, я всё-таки, я знаю, научный сотрудник – это статус. А вам нужно… Это внутренний какой-то паттерн, внутренняя роль, внутрення сила. Я екс-эзотерик. То есть человек, который… Экс-эзотерик. Виживши из… Виживши из… Виживши из… Есть выживши из ума, а есть выживши из эзотерики. Так, кто с Шейкер присутствует в аудитории? Скажите. Я Марина, я ищу опыты. Сейчас. Я Марина, я ищу опыты. Ищу? Досвиды. Экспириенс. Досвиды. Значит, ищешь опыт, да? Опыт. Экспириенс. Как угодно. Марина, искать экспириенс. Так, это будет все, да, или еще кто-то есть? А вы сейчас выглядите. Так что, у нас двое, двое, что кто-то надо объяснять, да? Меня зовут Оля. Слышно? Оля. Оля. Можно себя охарактеризовать через творчество и общительность? Творчество и общительность. Творчество и общительность. Так, пожалуйста, попытайтесь, чтобы не было фона, потому что очень тяжело слышно, а я вам предоставлю немножко преподнести какие-то эксперименты. Поставить мне еще чуть-чуть помощь, либо убежать, либо не ответить тебе. Да, я понял. Ну да, конечно, социолога странно отъезжает. Думано, а потом расскажет каким-то эзотерикам. Так, ну хорошо, значит, больше никто не отвечает, да? Никто. Окей. Ну, впрочем, это такая маленькая разминка на самом деле. Вообще, если среди вас есть люди, которые переслались в психологию, а еще я знаю, что среди доповедащих наших тоже там, ну, будем цепоток подосилить. Это, потому что секретарь техник, знайомства, знайомства или такого, трошки, как бы, восприятие себя, включение восприятия себя в мире. Вот. Мы, при этом, куда спокойно проговариваем какие-то вещи, которые для нас важны. Вот. Таких характеристик может быть много, а, как я беру на английском, если человек в ней покупает. Такие характеристики может у нас быть очень важны, где-то. Загром, ну, вы знаете, что люди там делятся на экстраверт или экстраверт. Ну, в принципе, вы можете себя оценивать там по этому бренду. Или я там более ориентируюсь на интуицию, или более ориентируюсь на опыт. Да? Или, то есть, значит, мне было либо настоять, а интуицию либо настоять. Такие всякие есть вот эти классификации, и эти классификации в унисут оценочного, еще, оценочный, как-то, составляющий. И я тут, в какой-то самый час поводу, да, и он там показал, что каждый в жизни, значит, что самое лучшее в жизни, счастье – это сиротная работа. Вот. Знаешь, что такое сиротная работа? Ну, мы же не можем, там, придумать, где-то, 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 сюда, там, и определить это все. Хотя, так. Ну, мы, взагалі, помогаем все, как правило, люди намагаются в жизни находить те виды жизни, ну, те виды деятельности, которые передают их характеристикам. Их характеристикам достаточно стали. Частина психологии, взагалі, понимаете, что это все зависит от физиологии. Вот. Частина, конечно, ну, типа, это меняется с часом, и довольно сильно может меняться. Вот. Вот. Практика. Люди, которые чувствуют, что они реализуются в этот момент, что они реализуют свой потенциал, свой классный, непритоманно, может быть, кому-нибудь иншим. И, во-другому, они получают задоволение от этого, и задоволение уже недалеко прислышка. И еще, конечно, да, какие задоволения, они, они стільки батальними, ну, например, вот, если рабочего дня, если тупик в коньютерные игры. Ну, такое, не очень интересное задоволение, то есть, оно приносит некое довлюбление на психическом уровне, но на психологическом уровне наших мыслей все равно где-то ощущаем, что это несоразмерно зло. Вот. Вот это вот несоразмерность вообще. То есть, оно, это такое зло. Мы, так, когда начинаем с кем-то травмы, мы, таки, немножко, как это называется, древожное. Вот. А вдруг, типа я чего-то не заметил. А вдруг, вот, этот человек, он меня скачет в том же, в том же, в чем я, в силе болот. Вообще, зависть, да, вот, зависть, она, это такой один из, ну, минус, минус фактор счастья. То есть, вряд ли мы можем быть счастливы, если мы в какой-то момент залиты. Нет, ну, конечно, завистники, получая что-то ждаемое, они на какой-то маленький момент, они, как правило, получают чувство удовлетворения. Ну, опять-таки, это воспитывание, оно довольно, скажите, в принципе, с точки зрения психологии, вот эти вот, как бы, зависть, ну, то есть, вот это вот, есть, во-первых, момент того, что человек скачет, и если он зацикливается на этом, если он привязывается к этому, если он начинает зависеть от объекта сравнения. Это называется созависимость. Вот. В принципе, можно созависеть, ну, только от каких-то объектов соревнований, объектов того, что мы хотим, то есть, ну, не только зависеть от продуктов подразделения, можно зависеть также от других людей. Вот. Если мы начинаем зависеть от кого-то, нам компания приносит это чуть по удовлетворению, но в то же время, все у нас такое время, мы не удовлетворительные, не счастливы. Вот. Ну, это так. Это такие большие вещи, которые, в принципе, могут быть вам знакомы. Я покажу вам небольшие талисточки статистические. Это так. Это так. Это так. Это так. Это субъективное чувство счастья, а также другие параметры. То есть, с какой внутренностью можно сказать, что, там, появится чувство счастья и еще какие-то параметры, то они между собой куплюют. То есть, чем больше у меня вкусный сын, тем более я счастлив. Это будет корреляция. Если 90% людей, они слили, то будем считать, что это сильное умение от того, что становится погаще. Будем считать, что это, ну вот, будет считать, что это, ну вот, будет считать, что это так с корреляцией вот этого нашего немаловитого счастья. Ну, вообще-то, правило, благосостояние, оно очень коррелирует со счастьем. Вообще, кстати, вот это вот только всем вам показывали или нет? Скажите, только нет, почему он, если не показывает? Не показывает? Нет, нет, нет. Мы ничего не показываем. Я понял. Я понял. Ну, вообще, здесь это изображено, каким-то там последним данным, может быть, а, вот, 16-го, когда не так давно, зафиксировали субъективное ощущение, то есть удовлетворенности жизни. Как я уже отметил, кстати, удовлетворенность с жизнью, это далеко не всегда счастье. Но вот здесь, как правило, в таких опросах спрашивают, ну, сколько вы за последние две недели, где за последний месяц были, сколько часто вы удовлетворены? Если вы чаще удовлетворены, чем не удовлетворены, то там, ну, это где-то уже ближе к счастью. Вот. И так, значит, удовлетворенность с жизнью. Ну, ты уже, так, 30-самых, пусть это, там, и сиреневым уровнем, нет. Там не видно графику. Сейчас мы не видим графику, не видим графику. Правда, видите меня, не видите графику. Ну, господи, а я думаю, чего вы научите. На место лица. Так, секунду. Так. Видите, да, такое вот капло? Да. Ага. Ну, это вот вообще, если брать по всему миру, средний показатель вот этого удовлетворенности жизни. Ну, в крайней мере за последние, там, кресло за полгода, они спрашивают. Вот. Посмотрите, конечно. Хотя, тут говорится не, тут говорится, что на сейчас, сейчас. Сколько удовлетворений. Ну, короче говоря, видите, да? То есть, правило удовлетворено больше всего, вот эти вот страны Якупы. Керек, Австралия, то есть, так называемые развитые страны. Ну, я не знаю, я никогда не сравнивал, но я не спрашиваю, что это из-за того, что у нас критичнее, чем тислення. И мы больше, больше не реагируем на несправедливость. Это не тот момент, когда больно смотрит неправильно. Если мы ощущаем, проговариваемся, что у нас есть дискомфорт, мы потенциально можем избавиться многих причин, его причитающих, это даст большую часть в результате. Ну, так, чтобы немножко подкрепить свои слова диски, я вам еще покажу такую-то. Так, 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 так. Симплации, отчеты, сейчас. Я прошу прощения, сегодня мне пришлось писать много отчетов, много позвонить, поэтому строчки сумбурно. Но тем не менее, это где-то, это следующая схемка. Нам нужно happiness and wellness найти. Я вроде в этой клавке находил, вот это сейчас мы здесь видим. Happiness, так, что я тормозил. Ага, happiness and wellness. Это что ж такое? Ну, тормозит. Сейчас давайте отключу экран. Может быть тут перегружим интернет-поток. Так. 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 Так, оставайтесь на видео, я вообще на полоте упал. Вот. Я очень правильно делаю. Ай-яй-яй. Стой. Открою. Так, ладно. Благосостояние. Благосостояние. Благосостояние, это не всегда счастье. Тем более, допустим, инфляция. Ну, мы вроде отключаем в крыше, а чувство счастья не наступает. Короче говоря, критическое мышление, оно вообще мешает спективу счастья. Такому, это было парадоксное. Так. Гаритикс по-небесторонной, где, вот, с кухонным путешествиям лучше счастья, Ну, ну, там, критическое мышление далеко не вновь. так по секундочку, сейчас я открою последнее закрытое нет, это будет самое дальше, что нужно здесь там, у нас это у нас там, где-то а еще, вообще, если бы все думают, как это вывести да, то есть, может, значит, что получается сперва сначала я становлюсь шестином, оботноваться богатым, а потом счастливым но, это немножко пересекается с тем, что ощущение удовлетворения нас по жизни нам дает реализация вот этих наших характеристик наших, наших, там, тотемных сил нас зовет, как так, именно силович, как выражается социологи вообще выбирают, надо делать какие-то... накапливы из... это границ у нас сейчас были там картинки, если кто-то не знает выключил, у нас сейчас просто не чистые кряда давайте, сейчас будет, сейчас будет, подражается я пытаюсь заместить отсутствие визуального ряда своим чёсом конечно, я начинаю напрягаться, но чувство счастья немножко Ну это тоже как бы уходит, но, ну так, значит, это что такое, почему ты клавиатура там не видишь? Ладно, да, там что-то, он был халат. Ладно, смотрите, все-таки я должен показать это, потому что это очень существенный, очень важный график. Ладно, то есть то, что мы говорим, да, что бывают какие-то исключения, вот нельзя, там, без исключения, абсолютно, там, вести под мудребом. Есть такая, что, там, человеческие ценности, есть, в принципе, некоторые возможности их измерить. Ну, вы знаете, все там, что есть, допустим, ценности, там, я хочу защитить себя и своих близких, там, это для меня ценность, ценность защиты. Или, там, семейные ценности, я хочу, чтобы меня, там, семья моя процветала. Или, там, есть, ценности еще, там, в обломе, как, я хочу самореализоваться, кстати. Ну, ценность, от этого нужно узнать, что-то из себя представляет. Вряд ли, например, лайфболочек, который аплодируется на, там, так далее, ненаучном подходе. Так, ну, раз, секундочку, я вам всталю. Так, ну, раз, секундочку, я вам всталю. Так, вот эту игрушку я встречал. Мы, когда... Ты шаг, мы не попал. Мы совсем потеряли, давай уже... Ты кратко скажешь основную мысль, закончишь и мы отключим. Подожди, подожди, основная мысль. Вот, основная мысль в том, что... Другое то, чтобы понять, кем я еду, нужно понять, какое общество и какой культуре я принадлежу. Вот. Ну, так, как бы, это понимание, оно вообще способно, ну, состояние катаксиса. То есть, начинается сочетаться очень, как и честно. Я только не осуществляю принадлежность общества, либо принадлежность к культуре, либо принадлежность к культуре, либо принадлежность к чему-то. Что прям, 5? Ну, кстати, он очень коррелирует это слово, 5. Потому что, ну, даже в Северной Корее, да, именно, за счет чувства принадлежности, прививаемого, там, различными методами, они все равно чувствуют себя счастливыми. Это их объединяет с, там, многими странами страны на Европы. То есть, которые чувствуют, там, принадлежность к своим окружающим, к своим окружающим. Кстати говоря, если так говорить вообще, в большом счёту, вот в этих странах, в них, в основном, такая стандартная оборудовательская деятельность, ну, безоплатная поднёска, и уровень, скажем так, жизненной ценности, уровень реализованности человека, он, как правило, очень коррелирует с тем, насколько уровень реализованности общества есть. И вот это вот желание людей зрителей, вот эта возможность людей, как бы, на какую-то десятую, десятую, двадцатую часть отказаться какого-то блага и передать ему друг другому, она тоже очень часто приносит какое-то вот самое, что не из таинственных буритварей. Если мы посмотрим на корреляции по странам, да, то есть какие страны участили, у нас, как правило, в тех странах будет больше общественная активность, такого плана, как подписание петиции, помощь, как это будет, помощь, допида, указивность, в том числе. Возвращаясь к теме богатства. Пока я сказал, по этому времени мы будем наблюдать, что вот если богатство растет, то растет правило и счастье. Но это не всегда так. Особенно это всегда, когда в обществе большое неравенство. То есть неравенство обществ, ну даже богатых людей, очень часто делают счастливыми. Они не удовлетворены своим окружением, они не удовлетворены тем, что им приходится соседствовать на улице с неприятными людьми. Те, в свою очередь, не удовлетворены тем, что им вообще разжимели. То они вообще не умеют направить свои общественные взаимоотношения. Ну а что такое на самом деле общественные взаимоотношения? Как мы их можем регулировать? Ну как мы их регулируем через институции? И если мы посмотрим на вот эти вот уровни реализованности, которые измеряют через ценностные шкалы, так называемые. Если мы посмотрим... У нас не опять, и интересно. Ну, кто у нас общество предоставляет какие-то незаплатные услуги, тем или иным людям, которые в этом нуждаются. Те, как правило... Ну то есть это практически корреляция 85-85, это не совсем процент, но, грубо говоря, близко к тому. Ну, значит, в этих обществах, как правило, секундочку, в таких обществах, как правило, есть... У нас у такого экономического реализма старалась, но, во-вторых, у них есть доверие. Доверие межперсональное и доверие к определенным формам общественной организации. Ну, то есть правило, если все-таки более-менее, как средний уровень критического мышления в обществе есть, а в городе, или в Украине, где-то Албания, или в США, ну, уровень критического мышления, в принципе, одинаковый. Это можно следовательно доказать через индекс развития политического потенциала, который в Казанистане в Украине велик. Вот. За счет образования, за счет доступности за свою массовую информацию, и так далее. Ну, без каких-то ресурсов для бизнеса. Так вот. Доверие в обществе, оно, в общем, вот одно доверие, которое растет параллельно чувство счастья, оно складывается и из доверия, как я уже сказал, персон. Я думаю, если с того, что я готов сказать, что большинство людей меня не обманывают, то больше, по моей уверенности, тем более показательные реакции, я хотел сказать, что меня не обманывают суды, что меня не обманывает полиция, что меня не обманывает там президент, еще, еще, еще вот эти вот там всякие конституции. И, как бы, этот момент очень важно, да, то есть очень многие в поиске счастья, в поиске индивидуального вот этого вот, индивидуального счастья, они удаляются от общества, удаляются от его объективных критериев, удаляются от того, что они сами, как бы, тоже чем-то должны включаться в то, что есть. Вот, поэтому я думаю, что вас это особо не касается. Хотя, с другой стороны, мы иногда, по моему мнению, очень часто закрываем глаза на какие-то определенные силы, потому что мы хотим задержать этот момент. То есть, ну, нам сейчас хорошо, я думаю, что если мы не будем задать, нам будет так же самое, как и раньше. Или там, мы ничем не рискуем. Вот, ну, как я уже это понимаю, просто удовлетворение, оно имеет свойство венчать, 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 венчать. Если мы создаем для себя новых вызовов, где-то чувство удовлетворения, у нас не будет чем-то бедно. То есть, в этом плане очень важно, что мы должны быть не просто критичными какими-то вещами. Мы должны понимать, что определенные недоверия, оно не берется из-за того, что люди плохие. Оно берется, возможно, тоже из-за того, что плохие сами формы, которые там установлены. Мое мнение, допустим, это уж такая сугубо-сугубовое мнение, в том, что, ну, у нас причинство закона привлекается с нарушением дисциплины, которая предусматривается при их принятии. С чего это ведет, допустим, вот, ну, ей, как бы, хоть из несчастья. Это ведет к тому, что депутат, сидящий в зале там, увидел, как другой депутат не пропилосовал, тот прогулял, тот еще, и он сам получает меньше мотивации и меньше удовлетворения от того, что он там ваш законод. Потому что это тоже самое субъективное неравенство. И вот эти несчастливые депутаты пытаются принимать несчастливые законы, а потом их пытаются править. И, короче говоря, у нас, по статистике, у нас 100 тысяч законодавших актов, ну, актов предварительных законов. А среднестатистическая нормальность в стране Европы даже не особо, может быть, счастливая, не особо, ну, так, по счастливей нашей, по благоустройней нашей. Там это число 10 тысяч. То есть, понимаете, порядковые цифры. То есть, это вот эти порядковые цифры, эти порядковые бедки, ну, совершенно математическое исчисление бед, они придутся за то, что мы не обращаем внимание на какие-то маленькие механизмы, в которых вот дождается неравенство, и в которых оно подходит, начинает отображаться от всех-всех-всех-всех-всех, кто-то стремит, ну, то есть, тормозит и пытается что-то менять. Все, если кому-то интересно, я оставлю свои координаты, мы можем на эту тему общаться, и я уверен, что если у нас соберется хороший кризис людей, я думаю, что мы можем переустановить момент приятия в обществе, и это даст нам больше равенства, больше равенства как в самых центровых структурах, так и на периферии. Ведь каждый из нас может оказаться как в центре, так и на периферии. Все, все, спасибо. Хорошее обуждение, я прошел дальше звонить. Спасибо тебе. Надеюсь, ты сейчас придешь к нам на шабую, и мы увидимся. Да, буду рад вас видеть, ребята. Всем большое спасибо. А, еще одно. Стоп, 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 стоп. Что еще? Слушайте, перед тем, как обсуждать, я хочу вам одну хорошую-хорошую техничку рассказать. Так, меня нормально слышно? Слушай, отпущи там микрофон, наверное, пока я ее пять минут, она займет семь минут. Это совершенно рациональная техника. Это называется прогрессивная реакциация, с элементами воображения, скажем так. Со средоточением этих воображений. Окей. Кстати говоря, воображение, ну, то есть, если в обществе умеют воображать, и умеют это, ну, препровождать жизнь, это тоже влияет часть. Так вот. Но еще главное ощущать не только, вот, допустим, да, помните, мы начали с того, что каждый ощутил из вас, что он, вот, он сказал, что Александр Иоанн, я предлагаю хорошо мысли Егор, это лучше, чем я предлагаю мысли Илья, Егор находит, находит ошибки чужие. Наверное, у меня много ошибок нашел, произношений. Лерк с эзотерикой, наверное, нашел бы мне кучу каких-то маленьких эзотерических моментов. Неважно. Марина ищи, ну, это мой, может, пойдет. Лерк, творчество и общение. Так вот. Вот это то, что мы как бы представляем себе в голове. Еще мы должны петь представлять ста в своем теле. И понимать, но при этом, каким-то образом, настаивать в себя ощущение того, что наше тело, оно, в принципе, связано с многими процессами, ну, довольно-таки, деболитировано. Либо довольно-таки символитически. Вот оно, наше тело, тело совершенно материальное. Давайте, вот, сейчас, немножко, пять раз, умею пыл разговора, немножко заметлю свое дыхание, немножко вздохну, вот, хотелось много еще сказать. Да, ну, я вздохну и выставлю свое дыхание в клядочке, и закупить это при этом глаза, давайте закруем глаза. И... И... Вдать, как раз, дышать. А, все остальное. Может быть, нужно еще так на этом активно надеяться. Правильное дыхание называют на Востоке вообще основой благосостояния и долгой жизни. Это не совсем истика. Потому как наши психологи тоже, как правило, рекомендуют. Особенно те, ну, как бы, которые знают не только психологию, а и физиологию. Вот. Значит, правильное дыхание начинается с того, что мы расслабляем живот вдоль. Очень часто у нас учат выпить в печи свою, твою, значит, осанку и покажи, какие у тебя широкие плечи. Так, у нас у всех плечи, плечи, нормальных плеч. Вот. Давайте лучше это. Мы расслабим плечи, вот. Как они там собеляют, вот это не наше, вот это сделано. Ну, здесь это наши плечи, но мы сейчас пока что поменьше в нем. Вот. В первую очередь, нам нужно так, чтобы живот немножко выпить, спутался вперед. И бойтесь, это не испортит. Понимаете? Вот. При этом диапазон, это тот трамп шуток, который между легким и животом, он не может запутить вниз. Вот. И вот, давайте пару раз поднимем, и в обратном порядке вымем. Вот. Выдохнули, выдохнули, иначе туда. Выдохнули. Живот наполняется, диапазон опускается, выдохнули. Живот напрягается, живот выпускает, но живот поднимка идет, он вверх, из легких, или в воду. А потом, потом, мы начинаем ударить дыхать, и пишем, приносит нашу паузу. Окей? У нас уже дыхание идет автоматично. Там макушка. Наша макушка, значит, все очень чувствительный, на самом деле, парган, в основном, подлиннее, из этих пиков. Ну, мы просто начнем с того, а потом шансер. Мы представим себе, допустим, бывает, что вот, в преддоке, макушка ловит свет, а в преддоке, ну, какой-то такой, более, черный оттенок. Ну, вот, этот свет наполняет нас, этот свет, это, в принципе, свет, который, ну, чисто физический свет, который, ну, вообще, позволяет там видеть мир, во всей его красе, он наполняет в метрах. И, этот свет проникает нас, вместо с ним проникают, все равно, глубокие уровни, ткани, в наше сознание. Мы начинаем чувствовать ткани, допустим, молву. Наше шею, мы чувствуем, мы чувствуем, крепкие, наши плавные. Мы чувствуем, что это наше сознание вместе с этим светом. Ну давайте себе представить. Мы не готовы, что мы будем сидеть. Мы разбираем, что это равно, что у нас стоит приятно. Потом мы дальше перемещаемся вниз. Область крудной клетки. Область живота, солнечного сплетения. Область пахтовую область. Мы подпидаем. С этим клетком не забываем подулки. Наши руки тоже расслаблены. Они ничего не делают. Они совершенно покорятся, как и все наше тело. Но при этом область в каком состоянии совершенно уравновешен. А мы куда дальше чувствуем наши ноги. Чувствуем нашу колейку. Чувствуем наши лодыжки. Чувствуем наши ноги. Ноги наши очень плотно вверху стоят в земле. Стул, на котором мы сидим, или поверхность, на которой мы сидим, тоже плотно сплетные. И мы дышим. И при этом мы дышим. И мы все такое, что с нами подпишем. Оно ужасное. Оно какое-то дерьмо новое. Плассивки неравенства. Свет к мишу дут. Видеосвязь. У кого там какие проблемы. Короче говоря, он, надо приступить. Все проблемы. Мы делаем это все тоже. Этот свет, он, ну и он нас. Мы чувствуем наши органы, они живы. Но в то же время мы этим ночевым светом нам нас собираем то, что такое произошло. И вот оно тоже заходит в нас. Какой-то. Вот. Но мы это все приходите. И вот такое черное каше, черное каше обращаем в землю. В землю, в землю, в землю. Это все уходит в землю. Это потом становится пополее. Мы вышли. Мы еще раз дыхаем. Дыхаем, где там какой-то светлый луч заходит. Потом мы все становимся черные мысли. Все наши неудачи. Детские удачи. Редиты. Макула. Иск. А вот. Вот. Мы быстро. Вот. Потом, значит, на третьем отдыхать. Ну, так я помолчу. Даже двадцать. Мы выпускаем черные-черные мысли. Они удовлетворяют темы. У нас становится еще более нескольким. Это наши милования. Мы начинаем подниматься вверх. Начинаем подниматься вверх. И думать при этом о том наших ожиданиях. О том, что мы можем сделать для того, чтобы улучшить нашу жизнь. Улучшить деньги. О том, что мы можем заработать. И как мы можем это потратить. О том, как выглядит нормальное взаимоотношение. Те, кто не стал. Так вот. Мы раньше, когда, да. Были какие-то там. Определенные самобы. Мы вспоминаем. Мы уже не вспоминаем. Мы просто проектируем нашу реальность. И при этом помещаемся вниманием к коленям. Вот. Вверх-вверх поим. От нас до коленей. И потом, правда, мы чувствуем наши дышки. Думаем об этом. О том, что планах. Думаем о хороших схемах. И хороших впечатлениях, которые нас ждут. Которые нам полезны. Вот. Мы дальше чувствуем пахо. Столок. То есть. Думаем о том, какие приятные ощущения нас ожидают. Впереди. Вот. Мы дальше начинаем чувствовать живот. Тот живот, который дышит. 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 И тоже. О том, какие у нас хорошие блюда. Насаждают. Или может быть, у вас совпасть в какую-то кустацию. Хороший пин. Еще что-либо. Впереди. Начинаем все двигать. Приблочаемся к сердцу. Полностью сердца. И рёд. Начинаем ощущать гадное осмотр. Понимаешь, что мы начинаем этот бон по наших дисках. Как тепло оно чувствует нам. Какой-то тонкий сделать. Как хорошо в любви в мире. Ну и начнем также переключать свое внимание в шее, мы начинаем понимать, что мы на самом деле выходаем всем, что находится вокруг нас, мы можем менять все поворотом шеи, просто мы можем менять наше зрение, мы можем видеть окно справа, стену слева, так как мы можем поменять все, что из них видеть, мы можем видеть новую речь, мы переключаемся на кулочке, и вот в конце мы выдохнули, и всем всем знаниям про нас, знаниям про наши властные планы, и знаниям про те, какие у нас есть, скоро мы устремляемся кулоку свершения, и пусть в этих кулок свершениях будет зерно рациональное, которое я пытался сегодня вам преподнести, а также зерно, потому что какой-то алкоголь будет, кому это понравится. Спасибо тебе большое! Спасибо, человек! Спасибо, человек! К нам присоединился Сергей, Сергей является человеком, который был заправлен идеей создать номер один и продолжает его создавать и предлагать нам, помогать ему. И Сергей будет модерировать дискуссию, у нас есть четыре темы, которые мы записали, о которых мы на сегодня все все говорили, да, и поэтому передаю тебе спасибо. Да, то есть первая тема, как понять, чего каждый из нас любить хочет, да, то есть эта тема очень близка мне здесь, в этом пространстве, потому что одна из задач создания этого пространства как раз таки в этом, чтобы обрести как бы свое, ну, понять, что вообще происходит для начала, и что можно с этим всем делать. То есть, и в частности, это может быть связано как бы с артом, и в этом случае это можно здесь что-то реализовывать, да, но и может быть с чем угодно связано. И это, конечно, принадет счастье, когда ты нашел это, и нашел способ, как это сделать, и с кем это делать, да, то есть эта синергия создается. И где я знаю, что вы думаете? Так, это для счастья, если вы выбрали систему, то есть карамиду Масол, да, то это, конечно, что я хочу, и есть много уровней, да, что я хочу, да, то есть, что я просто хочу поесть, да, то есть, что делать нас счастливым, когда у нас нет еды, то есть жизнь у нее, она даже в туалет, она хочет в туалет, и внимание, как поблизу туалета, она тоже очень счастлива, когда находится в туалет, и прямо даже до реализации, фактически, это высший шабель, цей пирамиды. И вот, в основном, здесь, скорее всего, все про лимит и счастье, да, все это – это счастье, и все это – это важное. И вот хотелось бы тоже понимать, да, ну, какие у всех нас ценности, да, вот у нас тут собралась дискуссия, да, про что говорить, да, да, все, все, вот, к каждому, к каждому, я думаю, какой формат, кращу брата, да, и в чьих коже можно высловаться, да, и в чьих… Ну, я думаю, у нас времени есть, только не ошибу, как картит. А завод электро, да, касается? Пока, да, я бы предложил вот вам встаем по 20 минут на каждую тему, а потом делать общее обсуждение. Я зрозумію. Ну, в таком разі є просто кілька технік, які допомагають визначити, да, что я насправді хочу. Тому що великою мірою счастье повязано те, що називається счастьем, чи можна називатися счастьем – самореалізацією. Тому що, наприклад, от уже було згадано про ці рівні заробітку, да, і відношення заробітку до счастья. Звісно, є певна кореляція між доходом і счастьем. І це дуже гарно відображає, власне, потреби за пірамідами Маслов. Так, коли задоволені певні потреби, вже питання, це кореляція між счастьем і доходами, вона вже не така сильна. Вона спадає, і це, може ви бачили оце відео, Чикси… 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 Так, він якраз починає, власне, свій допомогі згрупонованні відео. Він починає з цього графіку, який нам не могав полідачний графік показати. Що є кореляція, але ця кореляція, вона, чим більше зростає рівень доходів, ми можемо навіть іноді в деяких країнах бачити зворотню кореляцію. Чим більше рівень доходів, тим в суспільстві, тим найщасливе суспільство. Така кореляція, такі графіки кореляції теж існує. Тому тут йдеться скоріше про, дійсно, щось таке, плюс-мінус піраміди маслоу і різні цінності людей. Ну, подожди, то есть, получается, що воно зарабачивається більше і більше і продовігаєшся в цій пірамі. У нас більше і більше вероятностей приблизиться к осознанню того, що ми насправді хотим. А без цього ми нікак не введемо. А можна два слова сказати? Да. Мені дуже подобаєвала смыль по поводу піраміди маслоу, що вона неправильна, а в тому смыслі, що, главное, це не базовая потребності, а наоборот, смысл життя. То есть, если у человека какая-то проблема, он лежит, кончает жизнь самоубийством, он не хочет есть, пить, и так далее. То есть, ну, все это спорно. Ну, и так, и так, и так, и так. Ваши слова, насправді, підтверджую перемену маслоу. Потому что, от, якщо в нього базові потреби задоволені, його вже ці базові потреби неравнені, і він може покинчити життя самогубством. Вот и все. В нього не виникне питання самогубства, коли от в нього на хліб немає. Ему треба реально вижити. Да, ну, може когось. Те речі, тут, да. Тут, і тут, і тут, і там є кореляція. Але, коли людина просто на якийсь із цих ступень виходить за тих, да, щось не виходить в цей людину на певні ступені, да, то вона може з цього приводу дуже депресувати. Це може бути, як це базові цінності, так і відсутність самоорганізації, коли все задоволені. Просто смотри, вот например, берем, вот человек очень бедний, чуть ли не бомж, да. Потом, например, кто-то ему там помог, он нашел там работу условно, да, и вот у него удовлетворены базовые потребности, и он дальше, вот, собственно, начинает путь по вот этой вот, ну, как бы по матрице, да. И ведь он не буде счастливым, несмотря на то, что у него потребности удовлетворены, работа есть. Все равно он попадає в эту ловушку, по матрице и в итоге может стать, опять-таки, даже если богатым, то все равно не счастливым. То есть, если двигаться по этой, как бы, поэтом-поэтом возрастающим, то мы не отвечаем на вопрос, как же все-таки надеюсь, что ты хочешь по-настоящему. Тут две склады. По-перше, мы не можем подтверждать без конкретных примеров, но если взять этот конкретный пример как реальность, то мы не знаем, на самом деле, в той богатой человеке, на самом деле, че задоволенна потреба самореализации, не вищий уровень этой перемены. То есть, деньги не означают самореализацию. Да, вот вопрос, как бы, о том, что независимо от того, богатый ты или бедный, как все-таки найти то, что по-настоящему тебе делает, жить можно в этом назначении? И это вот гарное вопрос, да, вот я просто слухал недавно, я спробую всю эту лекцию, я такая ученица Поля Экмана, вы знаете, как он занимается, власне, исследованием эмоций и, власне, мовой тела, как это эмоции, как это счастье, как наши эмоции, ценности, навык, ну, все, что с нами возникает, как вражается на теле, и в нашей поведенции. Ось, и как раз, идется, как раз, идется, про несколько видов реализации. Есть реализация по дефолту, что называется, мы просто не знаем, мы просто ничего не знаем, мы просто так вот, мы маем поступить в первый класс, мы поступили, в принципе, это реализация. За замовчу. За замовчу. Да. Есть еще одна реализация за то, что мы маем делать, нам радят, это как параду, и мы такие, ну, батьки нам пишут, мы что-то выкинули, мы с этим приводом тоже родим. В общем, есть еще системная реализация, да, мы в рамках всех систем, чего мы достигли, и мы тоже можем сделать это реализацию. А есть еще, как вважается, наша природная, это, что вважается талантом, это, что вважается у нас закладом реализации. И вот эта реализация, вважается, что она приносит наибольшую радость. То есть, это, что нам интересно делать, и мы с захватом делаем. И если женщина достигает этих передних видов реализации, она может быть это не цікавим. И с временем у нее губится мотивация, когда какие-то потребности задовольняются, базовые какие-то причины до этой реализации, у нее губится мотивация, и она достаточно несчастная, она потом получает меньше удовольствия, и начинается такая, это называется несчастливая спиральность, больше и больше женщины затягивают это незадоволение жизни. Это, что фактически происходит с общественной. Но если женщина, например, ей по счастливу попасть в потек и заниматься тем, что ей приносит задоволение, она, соответственно, будет это больше делать, будет получать поддержку, получать взрослых взрослых позитивных, и еще будет более профессиональных. То есть, она получает, с всех сторон мотивации, и она просто стает самоволизованной, счастливой и все равно. То есть, это чисто везение, а, допустим, найти какую-то модель, которая позволит ускорить, допустим, вот, ребенка, да, ребенок может быть в школу, институт, работа, и т.д. А потом вдруг повезло, нашел себя, бросил работу, начал заниматься своим делом. А может уже сразу ребенок найти себя, и начать уже вместо школы, института, всего этого, начать сразу заниматься своим делом, и при том, имея намного больше сил, мы можем сказать способностей всего остального, и стать намного раньше уже счастливым. Про это, в основном, идется в идеальном, в своем мире будущем. Ну, то есть, все на это вопросы задаются, как открыть у дитиня талант. Ну, то есть, это вопрос, оно достаточно открыто. Есть техники, которые помогают, например, визначитесь, спостерегаться за детьми, что они делают с радостью. Ну, это не легче, да. И потом думать, как это можно засуществовать. Або доросла человек, на самом деле, это такая техника, называется экспансия таланта. То есть, вы можете сгадать, что у вас хорошо уходит, або за что вас хвалят, або что вас просят, чтобы вы заработали. Наоборот, какие у тебя есть проблемы, решить их. Ну, вы можете, то есть, это тоже задать, рассказать, я просто рассказываю, то, что я знаю. Вот. Ну, технику. И потом, людина, оцей талант, вона может сосуществовать, то, что вы скажете, до своих проблем. То есть, вот она, гарный переговорщик, например, это просто, как говорят. И вона думает, как этот талант, гарный переговорщик, может решить эту проблему, которая возникает в инженерии. И это называется экспансия таланта. Мозок начинает уже находиться, если так 10 вариантов накинуть, мозок виробляет такую привычку, застосовывать эту стратегию в разных-разных випадках своего життя. А в нём эта стратегия очень хорошо працет. В ней фактически реализуется. И так может решить. Отлично, я здесь имею другое мнение немножко. Потому что ты говоришь, например, о арне первого года, то я считаю, что это вроде бы как некие такие ярлыки, которые ты можешь на себя повесить. И сказать, что я вроде бы считаюсь вот в этом, допустим, профессионалом, значит мне вроде бы нужно развиваться только в этом. А если я сменю специализацию, то это риски и вообще я могу там прогореть и всё потерять. Я лично другой подход испытываю, что рассматривать всё, что ты умеешь, как просто наборский лоб. И имея это всё, причём их можно и прокачивать, да, в зависимости от необходимости. И никогда не называйся ты кто-то. И дальше уже смотреть. Допустим, ты хочешь самореализоваться. Ты ищешь проблемы, которые у тебя лично есть. У кого-то там, какой-то корпорации, например, у тебя лично. И они не имеют решения, да. И ты можешь что-то сделать, там условно, или стартап, или арт-проект, или там книгу написать, или что угодно, что даст и тебе отрик реализацию, и отрик, возможно, и будет решение, может даже, общемировой какой-то проблемы. Ну, фактично, вы сейчас сказали другими словами, то, что я говорю. Потому что я не сказал, что нужно быть переговорчивым, да? Фактично, у вас есть хороший навык, тоже скил, находиться скил, который вам нужно подключать. И вы начинаете, этот навык, застосовываться в разные сферы. Это фактически то, что я говорю. Вот вы просто бачите, ну, просто у вас так разно пройти. И это ваш вытекает. Мне показалось, что имеется в виду, что нужно именно использовать свои скиллы, вот, и его конкретно использовать. Нет, 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 это скилл, это частность, а я говорю о стратегии поведения. То есть, вот это у вас поиск скиллов, где надо развиваться, это стратегия поведения. Это называется, ну, вот это и есть талант. Талант, это не что-то одно, когда человек там берет правильную ноту, да? А талант, у него, в принципе, слышать звук. И он может представлять, я не знаю, математику как музыку, он может представлять что угодно, переговоры как музыку, да? И как только он начинает, вот это, вот у него, например, он хороший музыкант, хорошо все слышит, а вот с людьми общаться не умеет. Но если он эту стратегию начнет использовать в общении с людьми, то есть, слышать других как гармонию, да? Как это все взаимосвязано. У него начнет, в ГЛВе, получается, партия, как он ее разложит. И это, с него шикарный переговорчик, по-моему, слояет объемы. Я согласен, наверное, все-таки считаю, что даже если он талантливый музыкант, то все равно это не мешает вызывать другие скиллы. И, возможно, окажется, что он в чем-то другом еще более талантливый. Переговорчик. Нет, тут, да, тут речь о том, что это какой-то такой радикальный пример, то есть, никто не ограничивает, что человек исключительно музыкант. Тем не менее, что, как я это понимаю, все-таки, да, не претендую на эту истинность, я слушал и думал об этом, что если есть у меня некая способность, некая склонность, я могу попробовать использовать эту склонность к сфере, где у меня есть какая-то задача, какой-то вопрос, который нужно решить. При этом я могу использовать куда еще, да, у меня же не одна единственная, да, допустим, я там не цельный любой музыкант, любой аналитик, да, я все стараюсь каким-то образом рассмотреть как стратегически, рассмотреть какое-то решение этой проблемы. Возможно, я способен еще к чему-нибудь, но никто мне не мешает воспользоваться теми способностями, которые у меня есть и которые у меня разбиты, так или иначе. Да, то есть тут нету какой-то вот такой вот радикальной, да, стратегии, что вот только одна и все, да, только вот какая-то моя определенная способность, а остальные я отрицаю. Нет, это просто способ вот поиграть, так сказать, да, вот есть задача, я играю. Можно, когда математическая задача стоит перед нами, да, мы там квадратное уравнение решим. Да, это простой пример, но тем не менее. И вот мы смотрим, а можно ли решить вот там такая формула? Нет. Теорема Виета, о, теорема Виета подходит, да, давайте, там, или еще какая-нибудь. Есть, стоит перед нами задача посложнее, у нас есть там набор математических операций, которые мы можем производить. Мы думаем, вот операция номер один, да не очень, а операция номер два, операция номер три, а вот если взять первую, а потом использовать третью, а из нее вывести что-то связанное с четвертой, вот там мы эту задачу решим. Да, вот я так понимаю, что задача здесь, вот возможно решать таким образом. Да, то есть, это не значит, что я себя ограничиваю, я знаю только один метод, я его там везде, как тот же Абрахам Маслов говорил о том, что если у вас есть только молоток, то все вокруг будет казаться вам гвоздя. Да, то речь не о том, что у меня только молоток, а о том, что если у меня есть молоток, то я, по крайней мере, могу рассмотреть это, а может это гвоздь все-таки, иногда бывает, что гвоздь. А по поводу того, как найти, тут тоже, к сожалению, это как спросить у шахматиста, какой ход самый лучший. Понятное дело, что ход, который ход лучше, зависит от конфигурации фигур на конкретной шахматной доске. Поэтому действительно, во-первых, будет на этот вопрос, при том, что его нужно искать, всегда нужно искать, и нужно искать, даже если тебе кажется, что нашел уже, тем не менее, нельзя дать какую-то единую простую рекомендацию, поскольку, если бы она существовала, не было бы ни сферы образования, ни сферы психотерапии. Я обучался психотерапии, но я не практикую Альфреда Ленглия, это ученик Виктора Франкла. Есть подходы, есть метод купления воли, допустим, есть метод постановки целей, который связан с тем, что я соизмеряю эти ценности. То есть, ценность это что? Это основание для предпочтения чего-то одного, чего-то другого. Все говорят, что это для меня важнее. Мне говорят, что бы ты выбрал. Я говорю, я бы выбрал вот это. Там сидеть сегодня дома, пить чай, или прийти сюда. То есть, я говорю, ну, наверное, прийти, выбираю прийти. А вот это ценность. Почему? Ну, потому что для меня важно там общаться с уми, для меня важно узнавать новое, для меня важно делиться тем, что я знаю, что умею. Вот это ценность. Ценность это то, что уставляет мне предпочесть что-то одно, что-то другое. И вот в рамках консультирования психотерапии, по крайней мере того, что я знаю, как инвестициальный подход, когда я выбираю, моя задача взвешивать варианты и прислушиваться к себе, чтобы эмоция, которую я буду испытывать, сказала мне о том, что для меня в действительности ценно. При этом, к сожалению, эти техники, как правило, работают, но работают не всегда. Бывает, человек принимает решение о том, что ему делать, ну и, соответственно, что вы сделали в числе, он очень долго. Бывает, он всю жизнь может выбрать, несмотря на то, что как бы техника используется. Вроде как он все делает правильно. Бывает, человек принимает решение и в момент принятия этого решения, он уверен в том, что это будет правильно, однако, какое-то время действуя в соответствии с принятым решением, он понимает, что оно было лужно. Прошло уже много времени и как бы он уже выбрал эту профессию и как бы переквалифицироваться, например, там врачом 60 лет как бы сложиться, или кем-то, кем он мог бы стать, если бы там 18 лет, 20 или 16, сделал бы определенный образ. Поэтому, что тут можно сказать, вот как резюме, что есть техники, они работают, как правило, это техники консультирования психотерапии, это техники, существующие в популярной культуре, иногда мы к ним приходим интуитивно, когда говорят, выпишите разные варианты, выпишите плюсы и минусы. Соответственно, по паттерну того, как человек выписывает плюсы и минусы, видно, что он, наверное, все-таки склоняется к этому, а не к тому. Существуют методы, можно даже представить себе физиологические методы, когда человек, не знаю, трекинг, дать три варианта, посмотреть, как он просматривает каждый из них, и сказать ему, например, раньше, чем он поймет, что, например, вариант номер три удовлетворяет меньше, вариант номер два больше, вариант номер один вообще нет. Сказать, что ты вот вариант номер два просматриваешь чаще, например, чем вариант номер три. Но все равно это не убережет нас от того, что, во-первых, решение принимаешь все внутри, ты несешь ответственность. Да, если ты заброшу, то меня сделать счастливым. Ну, наверное, этот выбор. Ты можешь ошибиться, даже если ты все сделал правильно. Раз, и ответственность все равно несем мы сами, то есть нас ничто не спасет от необходимости принимать решения самим, несмотря на то, что, ну, как бы техник вроде как много, и они все рабочие. Поэтому мы до конца все равно не знаем. Знали бы, не собирались бы, не было бы такого вопроса. Ну, это не просто, ну, конечно, ну, не то, чтобы ответить, но един из вариантов. Война, это вопрос, как найти, власне, что, ну, своя вот, что, ну, что, ну, что в тебя доброе уходит. Да хорошо, если вы смотрите там видео, то есть один из последних видео, там выступают акторы. И он даёт такую хорошую пораду, что очень хорошо помогает поделать и стресс, с одной стороны, а с другой стороны, повышать эти хорошие ответственности. Принцип игры. Когда ты встаешь в роль игровца, что это игра, то ты можешь на себя за стороны поделиться и думаешь, как это лучше роль играть. Фактически, и игровой аспект уже экспериментально доведен, что он даёт значительно больше результатов через студентов, через изучение дисциплины, поэтому сейчас эти игры идут и в армию, и скрозь игры идут, как один из эффективнейших методов навчания. Потому что тогда в тебя, начебто, ответственность спадает с одного боку, а с другой стороны, то это увеличивается уваженность, и игра сама даёт, сприядают выделению дофамина и эндорфини. Да, нет, эндорфини. Поэтому, соответственно, игра позволяет и снять стресс, и увеличить фокусацию. И без таких стражданий спробовать, что тебе подходит, без всяких серьезных висновок, что это уже мое на самом деле, я несу ответственность за этот выбор. И все таки, оно на самом деле, то, что в дистанционной терапии, то, что меня трошки веселить, что там дейсно такой драматизм, он как бы зашкаливает выбор. И это почутствие сенсу. В игре сенс, он может меняться, да? И вот эти постуки сенсу, они иногда людину тоже доводят до певно такой... За специфическое состояние. Да. За специфическое состояние. Да. Ну, понятно, другое дело, психотерапия изнутри выглядит не всегда так, как она кажется снаружи, когда читаешь Виктора Франкла. То есть она очень серьезная вещь, но тут, на важный момент, что то, о чем вы говорите, это фактически способ снять напряжение и установить контакт с собой, да? Что я определенным образом, ответ ко мне придет не напрямую, как некое откровение, а вот что, вот я буду с газой, а? И это мне сделать счастливым. Да, да, да. То есть мы тут делаем таким образом, создаем условия для того, чтобы оно каким-то образом само себя проявило, и мы это увидели, да? Да, но получается, что у нас вот не всегда получается сесть и сделать все как надо изначально, сделать выбор, и нам надо какие-то использовать техники для того, чтобы увидеть это как-то опосредованно, чтобы это опосредованно себя проявить. Но, я же говорю, первое, снять напряжение, второе, прислушаться к себе. Вот пока у меня нет контакта с собой, я, соответственно, не знаю, что мне нужно. Да, причем чем дальше я двигаюсь по пирамиде масла, да, ну вот условно, то есть она условно-эгористична, то есть в целом она, как правило, работает, несмотря на то, что, ну, есть множество проблем с ней. То есть понятно, что самые базовые потребности у всех одинаковые, но чем мы дальше движемся, тем более они нюансированы, дифференцированы и не всегда для нас очевидны. Да, и поэтому для того, чтобы нам все-таки понять, что же вот конкретно нам нужно, да, во-первых, не всегда получается, и для того, чтобы получилось, приходится вот как-то снимать напряжение, да, там, искать, да, устанавливать контакты, и все равно не всегда это и срабатывать. А мне просто кажется, да, извини, что, когда ты двигаешься по пирамиде масла вверх, то ты переходишь из состояния, что нужно лично тебе, постепенно, к состоянию, что нужно миру. И поэтому то есть все так разно и дифференцировано. Каждый ведь по-своему понимает, что нужно миру. Но, как ты находишься уже на высших этапах этой пирамиды, то ты хочешь это именно делать для мира уже, а не для себя. Для себя, да. Для себя, в том числе, но в первую очередь, да, в первую очередь, никак и для мира. То есть отдавать уже в это состояние переходишь. И вот тут я еще тоже хотел сказать насчет все-таки вот этой вот, если зайти к шкалу. Ну, слева, например, берем, это все-таки набор неких задач мира уже, да. А на другой части это наши, так бы, скиллы, набор наших скиллов. То вот здесь вот выбрать какое-то сбалансированное состояние, мне кажется, очень важно, когда не только лишь реководствуясь тем, что лично я умею и что я хочу делать, а что нужно делать для мира, как бы, да. Вот тут вот выбирают баланс, и получится, скорее всего, выбрать тот проект, который действительно сделает тебя счастливым и заодно и мир. Ну, единственное, что это, да. Нет, ну, тут как раз я коррелирую с этим игровым принципом. Потому что, когда ты играешь, ты видишь других игроков, да. И, соответственно, ты получаешь то, что говорить обратную связь от мира, что действительно нужно, и как ты можешь использовать свой конкретный талант или набор талантов скиллов, для, ну, как обратно, получая обратную связь. Абсолютно, да. То есть это способ получить доступ к информации, да. Тут важно, что, наверное, это, ну, я бы не описывал это все-таки как континуум, о том, что нужно и что я могу. Есть такой философ интересный, Михаил Эдштейн, и он нам выводит алмазное правило морали. То есть золотое правило всем известно, с правильными так, как бы, на то, что поступали по отношению к тебе. Алмазное правило, он считает его более даже нюансированным, более сильным, чем золотое, хотя бы нет золотого правила, что делай то, что у тебя лучше всего получается, на благо мира, вверх вокруг себя. Да, то есть я не просто, да, вот я нахожу что-то среднее, вот я могу, например, там, не знаю, что-то делать, а вот что нужно остальным людям, вот этим, а это скорее стратегия win-win, то есть я не что-то посередине, то есть я и делаю так себе, ну и людям поможет, это стратегия win-win, когда я рассматриваю себя как возможность что-то изменить и трансцендировать из-за предела. Да, я это могу как раз делать лучше, то есть это не, ну, я же говорю, я если делаю что-то для мира, ты знаешь, что я делаю хуже, чем лучше, если ты делаешь другую цель, да. То есть это, ну, разнопорядковое явление, если они встречаются и у человека получается это делать, это замечательно. Хорошо, у нас есть следующая тема, значит, как, почему люди несчастны либо счастливы, и физиология счастья, как бы, ну, здесь я ничего о себе не скажу, я думаю, это бы ваш вопрос послушать по физиологии, а вот именно отвечая на вопрос, почему они несчастливы или счастливы. Вот это, я просто начну не с физиологии, хотя сейчас к ней главное перейдем. Люди несчастны часто из-за того, что они совершают логическую ошибку, когда вот сама форма постановки вопроса, часто у людей звучит как, я буду счастлив, я не знаю, когда поступлю в УЗ, я буду счастлив, когда, не знаю, выйду замуж или женюсь, я буду счастлив, когда у меня будет ребенок. И эта сама формула построения вопроса часто предполагает ответ, что человек никогда не будет счастлив. Потому что, если я ставлю свое счастье в зависимость от того или иного явления, фактически это называется отсроченное вознаграждение, которое никогда не произойдет, потому что я только получаю это вознаграждение, эта формула срабатывает дальше. Теперь завел семью нужный ребенок и так далее, и так далее. То есть, фактически, значит, что ребенок это счастье, значит, что семья это счастье, а счастье как само по себе, оно просто что-то такое эфемерное получается. Ну, если бы просто, если бы про физиологические счастья, например, я не знаю, тот же уровень гормонов, или просто ответ человека на вопрос, насколько ты счастлив по шкале, то фактически были проявлены исследования, что человек, он остается в баланс счастья у многих людей одинаковым на протяжении жизни. Независимо от того, позитив с ним происходит, негатив, хорошо, например, умерла у него собака или родственник, он на время, у него этот уровень части падает, пройдет месяц-два, и он опять такой же, как и был. Или наоборот, он выиграет миллион, или женится на красавице, или на богатом, или еще что-то такое. Человек порадуется около месяца, и я пойду к этому дому, опять все то же самое. То есть этот уровень, этот уровень части, он становится где-то одинаковым. Даже среди, которые считаются негативными, все равно он не умеет? У них такой же уровень негатива, да, или счастья, он такой же. То есть приблизительно, независимо от того, что он потеряет там руку, ногу, там другие части тела, когда сначала получается какой-то дискомфорт, но когда он научится обходиться как-то с этим, опять мозг адаптируется, и происходит все то же самое. Дензак средний. Дензак средний. Есть именно прирост счастья, например, у людей, которые занимаются творчеством, есть прирост счастья у тех, кто учится там медитации, потому что они просто переустраивают свой ум, ну, то есть просто он получает больше гормонов, можно сказать. Или наоборот, ну, или та же деятельность, ну, это, кстати, корректируется с мыслом, с реализацией и все такое. Просто человек или мозг, да, он получает вознаграждение от того, что нейроны начинают, нейронные связи начинают в голове развиваться. Это человек просто получает, ну, это такой принцип эволюции. И человек, соответственно, становится более счастливым, у него жизнь становится более наполненной. Например, он создает музыку, ему, в принципе, уже и деньги по барабану, ему, в принципе, в принципе, ничего не надо, кроме того, что мозг постоянно развивается, и он дает ему в тело вброс этих всех гормонов, что он, и человек чувствует, что он реализовывается. Естественно, если он становится профессионалом, и к нему приходит и слава, и так, ну, кому приходит, кому не приходит, это уже разные ситуации, да, но, тем не менее, это есть закономерность, что человек получает эти знания, и так далее, и так далее. То же самое происходит и с медитацией, то, ну, кстати, мозг дает вознаграждение, и человек опять счастлив. Короче говоря, не стоит привязывать свое счастье к каким-то определенным этапам по жизни или проектам, а можно разделять. Это привычка. Счастье – это привычка, и привычку можно развивать. Да, есть некие достижения, провалы, которые в любом случае будут происходить, причем провалы, возможно, будут даже больше опыта, но может быть счастье, а счастье там и опыт, ну, с временем. Если человек рассматривает провалы как позитивный опыт к обучению, да, и тогда он будет реагировать именно. Да, то есть, наоборот счастье может происходить в любой момент, не привязываясь ни к чему конкретно. Вот если это сознание придет, тогда возможно люди смогут стать просто счастливыми. Ну да, 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 это и есть то, что я говорил, привычка счастья. То есть, человек привык просто, то, что мы вначале говорили, вычленять именно позитивный аспект из опыта. Ну, и фактически то, что в ГНУ, в принципе, сегодня называется якорением, да. И тогда муж просто учится на постоянном позитивном подкреплении. Даже в негативном опыте он находит позитивное подкрепление. Ну, если с точки зрения, если я говорю, или поведенческий. Ну, да, 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 поведенческих наук, да. Подкрепление поведенческое. Ну, я был немножко большим пессимистом, то есть, человек может в целом, в общем, обрести некий уровень удовлетворенности жизнью и счастья, как правило, да. Но, во-первых, то, о чем я говорил в начале, что не существует вообще задачи эволюции, и уж тем более задача эволюции, чтобы люди были счастливы. То есть, ну, там не все были, кто был, кто не был, но суть в том, что ощущение счастья, с точки зрения эволюции, это просто некий дорожный указатель о том, что мы действуем правильно, с точки зрения распространения своих дел, да, и в интересах своего, собственно, биологического видения. Поэтому, если говорить о физиологии, ну, я не физиолог, хотя понятно, что есть какие-то базовые вещи, то есть, начиная с электрической активности левого полушария больше, чем правого полушария, об этом пишет Ричард Лоярд в работе «Счастье. Уроки новой науки», опираясь на исследование физиолога, в том, что электрическая активность даже разных полушарий дает высокие показатели корреляции, то есть, статистическое взаимосвязи с удовлетворенностью жизни. То есть, сама отчет, начиная спрашивая, удовлетворенной нет, в какой степени, и исследует с помощью электроэнцефолограммы активацию, безактивацию электрического полушария, да, соответственно, активация левого полушария больше связана с физиологическим благополучием, с счастьем, чем правого. Право, наоборот, да, с тревожностью и депрессивным состоянием. Плюс это, конечно же, гормоны нейромедиаторы, то есть, их довольно много, но более-менее они важны, не только даже основные, да, просто мы не всегда знаем до конца, каким образом они работают, сейчас много исследований нейробиологии. Но вот самые известные, самые такие, скажем, те, которые легче всего связать с ощущением счастья и пастивных эмоций, это серотонин и дофанин. Да, причем они выступают и как гормоны, и как медиаторы, то есть, как гормоны они впрыскиваются в кровь, да, и действуют уже как агенты. Да, а как медиаторы они передают информацию от нейронов нейрону с помощью химической передачи. Можно нарисовать это синапс, да, происходит передача этих молекул нейромедиаторов к другому нейрону, так как раз происходит активация определенных областей мозга, там, серотонин оргических, дофанин оргических, да, там, в корее, да, и в подкорковых областях мозга, да, то есть, тут, ну, плюс окситоцина, окситоцин это и гормон, насколько я знаю, и нейромодулятор, то есть, там, выполняют функции, там, опосредования, ну, короче говоря, да, этих всех структур, этих всех процессов. То есть, биология, вообще биология счастья, это тема довольно интересная, да, плюс эндогенные морфины, эндорфины, да, которые тоже их агонистами, то есть, веществами, которые действуют таким же образом, являются, ну, морфины, да, вещества, да, которые люди просто напрямую связывают, да, и не попадают в те же самые рецепторы, которые существуют для эндогенов, ну, эндогенные внутренние, экзогенные внешние. То есть, мы можем испытывать удовольствие и счастье, при том, что они имеют формулу биохимическую, похожую на дофаминовую, и могут, там, по-моему, дофамин переводят в эндогенные морфины, да, если я не ошибаюсь. Да, и, соответственно, да, мы их замыкаем, либо мы замыкаем какую-то внешнюю деятельность. Но, опять-таки, будь нам достаточно эндогенных морфинов, эндогенных опиатов, да, и, вообще, эндогенного серотонина, дофамина и прочего, нам бы не было необходимости, ну, начиная от того, чтобы принимать наркотики, да, равные опиатические вещества, опиаты те же самые, ну, и заканчивая тем, ну, или, там, не испытывали боли, да, в конце концов, там, что болит, там, нога, выделил себе, там, опиаты внутренние, все нормально, да, морфины. А нам этого явно недостаточно. И плюс у нас бы не было необходимости в том, чтобы кушать сладенькое, употреблять алкоголь, потому что алкоголь выступает как депрессантной нервной системы и агонизм гамма-мидомасной на кислоты, да, тоже мы бы выделили там лишнюю гамма-мидомасную, ну, все, там можно как-то не тревожиться, да, то есть мы не можем, к сожалению, этим как-то завершить, да, нам необходимо восполнять так или иначе эти запасы иногда и противозаконными способами, да, способами, которые нелегальны. Поэтому, да, тут можно много чего говорить именно о биологических процессах. Но другой вопрос, что интересно, они, в общем-то, если мы напрямую не связываем, да, не употребляем какие-то препараты, да, или там не колим себе какие-то вещества, то все равно можно с уверенностью говорить, что те вещи, которые мы ощущаем как те, которые приносят нам удовольствие, в действительности мы будем делать функциональные МРТ, например, они будут активировать те области мозга, которые связаны с релизом дофаминов, да, ну, я же говорю, ну, например, или серотонинов, да, в зависимости от характера, потому что дофаминовые и серотониновые тоже разные, да, дофаминовые это больше счастье как эйфория, да, как какие-то очень сильные переживания, в общем-то, с дофамином связаны, там, абсолютно большинство наркотических веществ, да, те кто еще там, да, ну, сахар, 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 наверное, в меньшей степени, потому что мы же понимаем, что одно дело сахар, другое дело кокаин, да, то есть, да, сахар, кокаин, ну, сахар и глюкоза, он имеет еще свою собственную функцию, там, такую специфическую, даже при панических атаках можно, там, если поесть сахарку, это может, ну, не всегда, но, в принципе, может помочь, а это связано с сахаром, да, сахаром просто, дофамин это эволюционная такая адаптация, да, потому что раньше, когда это все сладкое было высокоэнергетично, да, потому что человек сейчас попал, ну, как бы, в ловушку собственного мозга, да, потому что раньше человек, когда нахожу что-то сладкое, он ел, он получал, мозг выделял дофамин как закрепление вот этой всей штуки, как и жиденькое, и остренькое, да, в природе оно само по себе так не водится, да, если оно водится, то это очень энергетичная штука, надо быстро все схавать, да, быстро все схавать, да, и накопить, потому что не попадется в ближайшие там, в ближайшие месяцы, да, а сейчас проблема в том, что она везде попадается, да, и над этим работает индустрия, ну, как раз, чтобы выделять эти все, чтобы интенсивно выделялся дофамин, например, если он, ну, изучал проблемы питания, и, например, ну, счастье тоже связано, например, Макдональдс, он и другие там производители картошки фри, они 30 лет занимались исследованием, как соединить такую пропорцию обжарки солености, жирности и сладкости в этой картошке, чтобы в мозгу просто такой взрыв этих дофаминов происходил, потому как бы это очень такая, ну, адективная инда, да, это реально способствует выделению дофаминов. Ну да, это вообще теория несоответствия, связанная с эволюционной психологией, о том, что, в общем-то, наш мозг, наша нервная система, ну, и, соответственно, наши психические свойства, которые являются следствием нашей эволюции, где-то с углубиологической, развивались в одних условиях, и мы создали себе искусственную среду, которая совершенно другая, и, в частности, с питанием, действительно, мы склонны накапливать в себе жиры углеводы, причем простые, да, которые очень помогали, вот это вообще свойство очень помогало выживать нашим эволюционным предкам, а сейчас мы находимся в условиях, когда помогло выживать, наоборот, куда отвращение к этим продуктам, ну, в большей степени, чем любовь к ним, но в силу того же эволюция происходит далеко не так быстро, мы с мозгом еще и с палеолитом живем, да, хотя уровень технического развития и количество благ, которые нас окружают, намного больше. Да, ну вот, грубо говоря, если так шумировать, я думаю, что о нейробиологии можно говорить довольно много, ну, и плюс в том, что все-таки я, например, не нейробиолог, то есть, понятно, что психолог должен знать biological foundations of his discipline, да, то есть, он должен знать, что все психически является биологическим по своей сути, просто оно имеет ряд свойств, которые требуют особой методологии познания, которой биологии не хватает, да, но тем не менее, оно имеет биологическую природу, как, собственно, биология имеет физическую природу, то есть, нет ничего в биологии, что нарушало бы законы физики, да, то есть, законы Ньютона, да, там, если сбросить корову с крыши, так же падать, как любое соразмерное ей тело с той же массой, да, то же самое и в психологии, что нет ничего в психике, в душе, да, чего бы не было в нашей биологической природе, но поскольку это уровень, надстраивается уровень более сложный, да, мы вынуждены использовать определенные методы, которых нет в биологии, создавая вот психологию как науку, да, которая, к тому же, является более сложной. Да, естественники говорят, что, ну, как же так, да, мы что-то открыли, у нас есть законы, они очень четко, на одно из другого все исходят, а вы психологи на это не способны, да, тоже завершу. И я просто, если взять это не ту же нейропсихологию, да, то, в принципе, они скажут, что просто все деятельность, высшая деятельность нервной системы. Не, ну, оно есть высшая деятельность нервной системы, просто есть вещи, которые порождаются нервной системой, ничем другим, но сказав о том, что это является деятельностью, не, не, ну, да, скажем, биологическими явлениями, да, сугубо, то есть это сугубо биологические явления, но мы не можем их понять, апеллируя лишь к тому, что это биологические явления. Скажем, то, что я сейчас говорю, используя определенные слова, да, и вообще, у меня активируется зона врага, зона верники, и вообще зона пророчеств левого полушария, связанная с речью, да, активируется артикуляция, то есть язык, нёба, да, голосовые связки, то есть это сугубо биологическое явление. Однако описав все на уровне биологии, будет недостаточно понимать того, что я говорю. Для того, чтобы понять, что я говорю, необходимо слушать и понимать. Но достаточно, чтобы понять, что происходит. Ну, в определенной степени, да. Когда происходят определенные смыслы, определенные части тела реагируют. А смысл — это, фактически, просто звукознаки, которые мы, ну, звук, фактически, который мы наделяем контекст на звук. Вот и всё. Да, да, но просто описав физиологические процессы, даже очень точно, даже на уровне коннектома, хотя это сейчас пока нереально, но, наверное, скоро к этому придем, мы все равно не поймем, собственно, то есть без анализа контекста, при социальном, да, без анализа, там, моих каких-то предшествующих знаний, истории, почему я здесь сижу это говорю, да, почему люди меня слушают, как мы это слушаем. Мы не поймем, собственно, того, что произошло. Ну да, я просто к чему, если возвращаться к понятию счастья, то мы, безусловно, говорим о том, что счастье имеет физиологическую природу, как, собственно, всё психическое. Да, нет ничего в психике, чего не имела биологическая природа. Тем не менее, мы, как люди, понимаем счастье, и когда говорим о счастье, тут мы не можем пользоваться только биологическим инструментарием. А вот, собственно, основное. Мне кажется, что этот вопрос, вот, мы как будто бы покажем даже следующий вопрос. Как им можно разумить и счастье, и философия, и теория? Хотя здесь больше про философию, уже не про физиологию. Вот, в принципе, вот можно как раз поговорить сейчас о том, что мы не покрыли по теории и по философии, вот именно ощущения, то есть, выбрасывая все эти процессы физиологические. В принципе, мы уже немножко, вот ещё в начале, когда делала презентация, я рассказал про демонию, про философские школы, ну, хотя можно ещё немножко добавить. Да тут очень много философии. Да, философия, в принципе, в большой степени про счастье. Я хочу просто добавить, вот, что-то так, немножко практическое, ну, ну, всё, что касается счастья, в принципе, считается практической философией. Ну, я о психологическом или психотерапевтическом применении буду говорить больше всего, потому что для себя я вижу в этом смысл. Ну, потому что можно говорить много, кто какую теорию счастья придумал, да, и как это связано. Я хотел бы немножко сказать, почему, я думаю, что некоторые философские системы, например, как буддизм, да, они сейчас широко используются в психотерапии. И почему, например, ну, одно из объяснений, почему люди в странах, где буддизм, они, в целом, счастливее, даже не смотря на то, что часто, ну, в Японии не считается этим примерно, но часто у многих буддизмских странах, или в части буддизмских стран, не такой уж высокий уровень дохода значительно отстаёт от уровня счастья этих стран. Просто в буддизме, кроме того, что есть практики, которые учат мозгу быть счастливым, ну, фактически они работают с системами ценностей. Потому что если вы считаете, что у вас всё хорошо, ну, или относительно всё хорошо, в семье всё хорошо, ну, в принципе, вас всё устраивает, то вы просто по определению счастливы, даже если вы не начинаете сравнивать себя с другими, да, когда вы родная с тем буддизмом, да, что довольствоваться тем, что есть. Ну, и она там очень практичная, в принципе, в традиционных обществах она практичная, потому что весь этот гормональный ряд, о котором мы говорили, и дофамин, эндорфин, он удовлетворяется с помощью коммуникации, да, потому что человек – это социальное существо, в этих странах большие семьи, в этих странах достаточно большая честность, то есть уровень доверия тоже, соответственно. И, кроме всего прочего, есть ещё и практики, которые помогают мозг тренировать на счастье. Ну, например, такая ценность, как, ну, это религиозная ценность, в принципе, наука может быть и доказана, но называется теория взаимозависимого существования, да, в буддизме есть такая теория взаимозависимого существования, потому что там нету как такового индивидуального я, оно иллюзованное, но есть такое понятие, как взаимозависимое существование, то есть что происходит где-то, оно влияет на всё остальное, потому что фактически человек до конца не может избавиться от страданий, пока страдает кто-то в этой семье. Это ещё эмпатия. Это эмпатия, да, то есть развиваете сильную эмпатию, да, что, в принципе, тоже хорошо, да, для общества, когда общество эмпатийное, да, когда они сострадательные. И как раз это, ну, то есть, за что Путин часто критикует, что если нет души, то какой смысл сострадания, да, ну, в принципе, если нет ничего, да, значит, о чём, о чём идёт речь, когда вы говорите о сострадании, как раз речь идёт о том, что всё взаимосвязано, да, если есть где-то страдание, то оно, соответственно, есть везде практически, в той или иной степени. Ну, я немножко в философию вот этого буддизма и счастья ушёл. Ну, соответственно, эта философия, она как раз учит общество быть, ну, чувствительным к его членам, к горе другого, ну, то есть, очень helpful социально, даже несмотря на все эти касты и разные различия. Не, ну, всё-таки буддий, касты, это понятия не буддийская. Ну, там есть, да, 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 там, ну, там есть свои касты, просто они, они больше социальные на именно этот аспект, и буддисты выступают в этих кастах. Ну, это такое. И что ещё? Ну, в принципе, по философии счастья, я сказал, в принципе, то, что хотел сказать. Ну, да, я могу сказать, что есть, ну, во-первых, очень много этого надо отдельно говорить, причём о каждой отдельной. Я в своё время, когда писал диссертацию, это был, ну, скажем так, начали в 12-13 году и смотрю, как-то вышло Oxford Handbook of Happiness, да, то есть, в Оксфорде вообще довольно много выходит таких книг, которые у нас за Handbook, да, берётся какая-то тема, там, democracy, да, там, я не знаю, маркетинг, да, там, ещё что-нибудь, ну, там, не знаю, engineering, там, какой-то, да, и вот Oxford Handbook of Happiness, то есть, это такая огромная работа, огромный коллектив авторов, да, и, соответственно, там раскрываются, ну, опять-таки, надо учитывать, что всё-таки пятилетней давности, но, тем не менее, сведения о философии устаревают медленнее, чем сведения о физиологии, да, сведения о физиологии быстрее, чем у психологии. И там есть огромный раздел, там philosophical approach, есть psychological, ну, есть там всякие educational, то есть образовательные. И там, где речь идёт о философии, там, ну, есть отдельные главы, например, там, античная Греция, допустим, да, и там есть и Аристотель, и Аристип, и Эпикур, да, и историки, и историческая школа, и скептическая школа, то есть, фактически, вот такой обзор-анализ. Есть обзор-анализ по таким подходам, как действительно буддийская философия и счастье, да, то, как они видят счастье, потому что там, действительно, не всё так просто, да, вот этот вот идеал бодхисаттвы, идеал помощи, да, он же, в детских семьях предполагает парадокс. С одной стороны, бодхисаттва, то есть, существо, обладающее бодхичиттой, да, бодхичита предполагает представление о пустотности, шуме, да, всех живых существ, как субстанциальных существ, да, то есть, они лишены личности, действительно, как и я сам, да, тут галана и ратмия, то есть, отсутствие личности, как чего-то реально существующего, да, так и другие существа лишены, но при этом бодхисаттва ещё испытывает сострадание. И вот здесь очень большой вопрос, да, собственно, как так получается, что, с одной стороны, бодхисаттва осознаёт, обладает вот этой мудростью пражей, мудростью о пустотности, причём о пустотности самого же страдания, в том числе, да, само страдание, ну, в рамках Махаяны и в рамках буддийских подходов в буддийские школы, которые развивались на основе Махаяны, то есть, это и Тантра, и Чанг-Зен, да, такие известные школы, да, то есть, с одной стороны, всё пусто, и не существует никакой субстанции, в том числе субстанции страдания, фактически, это иллюзия о том, что существует страдание, отлично от некого выжженства нерва, да, и то, и другое, даже не то, что оно не существует, оно пусто само по себе, да, оно отсутствует как некая сущность. И при этом бодхисаттва испытывает сострадание и деятельно помогает существам, которые страдают. И вот возникает этот парадокс, да, каким образом это можно примирить на уровне каких-то теоретических представлений. Я могу только что сказать. Да, а люди скажут, что их можно или нельзя, люди скажут, медитируйте и действуйте. Как бы тут нельзя найти на уровне логики, на уровне какого-то закона противоречия. На уровне логики совершенно не отличается, просто это не часто, для этого придется объяснить. Ну, то, что я сейчас сказал, это теория взаимозависимого существования. Обратите саму пау. Да, и чтобы это объяснить, это просто сейчас надо теорию сознания, да, как так происходит, что на и кустов, на природе, и в то же время это просто разные уровни. Ну да, это разные уровни истинности, просто это не тот уровень истинности, на котором мы привыкли оперировать, ну, в рамках той же буддийской философии. Но тело, оно фактически обладает своей реальностью, и потом оно может страдать, соответственно, той реальности, которой оно обладает. Ну да, а на другой нет. На другой нет. Если переходишь на этот уровень, то, соответственно, ты и на том, и на другом уровне. Соответственно, на том уровне тела ты чувствуешь страдание и чувствуешь ампанию к другим зумным существам, и, соответственно, ты потеряешь пау. Пара-тантра, парикалл, эти уровни реальности. Да, тут как бы, да, то есть вот буддизм существует. Есть там также глава, например, раздел по индуистам. Он, кстати, во многом связан с буддийским, потому что сам индуизм разбивался, как это ни странно, то есть это существовало три уровня развития традиции, которые сейчас явлены нам к индуистам, существует как индуизм. Там это ведическая традиция, брахманизм, далее брахманизм ритуализируется, и возле них приходит Будда, и буддизм, индуизм это уже средневековая еда, так или то, что мы называем индуизм. Куран появляется, то есть карма, практически это идеи, которые в индуизм решили из буддизма, но исторически они в буддизме первичные. Но карма именно как энергия поступка, которая обуславливает хава, вот этот плод, ну как следствие. То есть карма там есть, как некое ритуально значимое действие, но карма в таком буддийском понимании, как энергия поступка. Так, карма в буддийском понимании, в принципе, и есть, ну она, соответственно, и в панишатах параллельно называлась в буддизме, в принципе, один и тот же процесс. Просто карма, ну, в третских кореньху и делать, соответственно, у буддийства есть следствие. И, соответственно, вот действие, да, где он есть только в ритуале, просто этот ритуал, он переносится на человека. На всю жизнь, на любое явление, в принципе, существующего. Не на жекоприношение? Ну, в принципе, эта идея ритуала, она же, в принципе, упоединена самым ведомым, потому что это самое главное, потому что они его просто развили как... Ну, оно универсализируется и... да, ну, короче, грубо говоря, есть про индуизм, да, есть про разное, там есть христианство, в исламе, в иудаизме, то есть, пожалуйста, да. Поэтому, ну, тут можно очень-очень долго говорить, и, как бы, я не думаю, что у нас есть на это время, но если есть возможность как-то почитать на английском, то очень советую познакомиться с этой работой, потому что, помимо того, что это коллектив авторов, авторы писали в зависимости от уровня своей компетенции разных глав. То есть, будолог писал про буддизм, эндолог про индуизм, да, антиковьет про Древнюю Грецию и Древний Рим, про строиков, экскурсийцев, скептиков и неоплатоников, да, и так далее. Это открытый документ? Ну, я могу его отправить. В принципе, мне в свое время ее отправил один из редакторов этой книги, да, потому что, да, но я написал, что я пишу диссертат, мне очень нужно, потому что я все-таки исхожу из того, что если ты занимаешься, когда научно работает, ты должен знать все исследования, в крайней мере, написанные на английском, по твоей тематике, или неизбежно будешь ограничен своими источниками. Да, вот как бы так, а рассказывать, говорить, просто довольно сложные слова. Правильно. Хорошо, у нас еще один вопрос есть, который звучит так. Включаемые заболевания диеты, прикладное счастье для каждого. Какое-то вот именно лимфомет, более фактические моменты. Вот, то есть, какие конкретные, допустим, шаги нам можно принять для того, чтобы достигать? Ну, есть достаточно простые техники, да, ну, я просто уже, значит, ну, можно, я думаю, поговорить просто про техники, ну, как бы еще следить. И опять же, все, переводается на поведенческие моменты, потому что для этого, в принципе, почему это работает, тоже очень важно, потому что, когда вы понимаете, почему это работает, вы больше вкладываетесь в технику. Например, одна из техник, это просто, кстати, она связана с Mindfulness, да, сканирование тела называется, сканирование мыслей. Но какой она имеет практический смысл? Я сейчас немножко вывольнувшись у человека, вернусь, что некоторые привычки, которые были когда-то, да, они утратили свою, скажем так, Ну, не то, что народность полностью утратили, но они могут создавать человеку неопределенного вида проблемы эмоциональной. Например, тревожность. Тревожность, это, в принципе, ну, она может быть разного уровня, ясно, что может быть ненормально, но, в принципе, человеку тревожиться, это нормально. Это нормально было когда-то, особенно во время пещерного человека, когда он должен был подумать, что его возле пещеры может ждать что-то, что его скушает. И у него были причины по поводу того, что лишний раз потревожиться, да, если что-то там напоминает змею или еще что-нибудь такое, да, потому что это, ну, лучше испугаться не змеи, чем не испугаться змеи. А сейчас уже нет этого? Ну, сейчас, вот, сейчас, сейчас немножко, ну, я сейчас поговорю про функцию. Эта функция, она важна. И сейчас этих приколов, их просто немножечко драматичных таких меньше. Ну, у нас, ну, в зависимости от стороны, конечно, но с большей, меньшей вероятностью, у нас каждый день возле подъезда не ждет чувак с ножом. Ну, как бы, кого-то, может быть, и ждет. Ну, но это не так широко распространено, да. То есть, это функция, но функция волноваться и беспокоиться осталась. И эта функция обычно, как с человеком происходит. Человек, особенно сейчас, у пещерного человека было, в принципе, время отреагировать, но он испугался, отдышался и испуг прошел. Он что-то произошло, он себе, ну, что-то сделал, скушал и все нормально. Даже и побегал. Побегал, вышло у него все. А у современного человека что? Он постоянно с ним что-то происходит, 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 происходит. У него нет времени на эти переключения в продолжении дня. Потому что один проект, там, встретиться с тем, ну, короче, деловая жизнь. Но перед тем, как лечь спать, у него начинается, ну, эта функция включается. Потому что с ним все, что-то произошло, просто работает функция. И он просто думает, коммуналка, кому-то что-то не то сказал, он на меня не так посмотрел. И разное, и разное, или я на кого-то, на кого-то обидел. То есть, функция есть, а наполнение нужно придумать. Человек фактически от такой фигни, ну, по меркам, если взять угроз в жизни, да, ты там не умрешь от незаплаченной или там от просроченной коммуналки, ну, никак. Даже за год, скорее всего, не отключен. Может, отключится, но это жизненно, не так критично, как, например, себя ждет медведь под подъездом. Но человек фактически волнуется почти так же. И, соответственно, человек получает с утра, ну, с вечера стресс, он, мозг начинает с этим материалом работать. И на утро он тоже просыпается в таком шоке. И он даже не знает, еще если его будильник разбудил, это еще такой сигнал, типа, тревоги. А он, человек, даже не осознал, что с ним произошло, он уже по будильнику встал, он уже... И опять все пошло. И опять все пошло. И вот так вот мозг, потому техника сканирования тела, очень, очень хорошая тема. Во-первых, она помогает тело расслабить перед сном, переключить мозг, хотя бы на телесные реакции, на физиологию, если он нормально засыпает. И с утра, если он с утра может, например, отслеживать, с какой мыслью, очень хорошая техника, с какой мыслью... Вот что вы первое думаете, когда просыпаетесь? Ну, пойти завтракать, ну пойти завтракать, такое, нормально еще, да? Пойти позавтракать, это нормально. Пошло начинается не с гофе, это я унитаз нарисовал. С действия, да? Ну это про действия. Может кто-то думает, о, какая классная кровать, это вообще позитивно. Это рассвет красивый. Это вообще, да, это позитивное мышление. У этого человека все нормально, в принципе, происходит и дальше. Ну, стресса у него меньше. Если у вас что-то такое постоянно, там дети непокормленные, коты хотят писать не туда, ну, то есть, постоянный стресс. Просто, когда вы сканируете свое тело, мозг переключаете, вы постепенно учитесь немножечко по-другому мозг перенастраивать. Это уже большой вклад в ваше счастье. Уровень стресса, уровень гормонов меняется с утра и с вечера, вы отдыхаете нормально, мелатонин вырабатывается, тоже связано с счастьем. Стофизическое упражнение, это, ну, это, ну, психоэмоционально. Ну, то есть, сканирование тела, просто лежите, да, наблюдаете за телом, от кончика к пальцу, вы можете еще что-то там дорослать, можете даже что-то прокрутить, проработать какую-то реакцию, но он только в позитивную сторону, разрешите. Это уже улучшит ваши, ну, хорошие, какие еще. Их просто много. Да, техник... Просто я сказал, вот именно с биологией связано, которая просто может человеку, ну, реально... Не, ну, они все, да, ну, да, тут есть обоснование такое, да, историческое, фактически эволюционное. Ну, есть целая, даже секция, знаете, конференция, где бы называлась Positive Interventions, да, то есть их очень много. Причем там, ну, действительно, начиная даже с банального с физических упражнений, они работают. Они работают, тут вопросов нет. Более того, в современной коллективно-периодической психотерапии, если пациент не тренируется полчаса каждый день, это, я бы говорю, представляется очень негативным фактором для его счастья, и для, например, терапии депрессии для трёжных состояний. Да, это важно. Потом есть множество техник всяких, там, ведения дневника, определенных способов ведения дневника. Допустим, каждый вечер напишите благодарность, там, трём людям, некоторым событиям, которые с вами произошли, которых, возможно, не ожидали, или которые позитивно повлияли на то, что у вас происходит. Другой вопрос, что это необходимо делать систематически. Так, в принципе, и физическое упражнение, которое тоже нужно делать, если ты делаешь, ну, если не каждый день, да, то, по крайней мере, трижды в неделю и не меньше, не менее того, и какой-то конкретный способ, да, вот эти упражнения, и что в этом растет. То же самое тут. Я помню, когда я был на конференции в Амстердаме, меня удивил один доклад, приятно, потому что я был на секции на Positive Interventions, там рассказывали исследователи о том, что, ну, например, дневник, по-моему, был, да, потом ещё кто-то рассказывал о том, что нужно написать письма благодарности и отправить людям, которые, вот, как человек уверен, поможут, да, и потом можно с ними пообщаться, да, причём в письме необходимо рассказать много именно нюансированного о том, что вот в общении с человеком, да, в том числе действия с человеком помогло тому, кто пишет. И был там один доклад, последний одного бельгийского исследователя о том, что, говорит, всё замечательно о том, о чём вы говорите, есть эмпирическое обоснование, да, evidence и так далее, однако вот я бы обратил внимание как раз на то, чтобы делать как можно меньше. Есть замечательная книжка, причём я её потом вспомнил, да, он её упоминал, ещё не переведён, но на русский, да, но в принципе он и нету. Доминик Ларо «Искусство жить просто» она называется. Суть этого подхода в том, что необходимо систематически, что? Уже на английский, на русский и украинский переведена. Есть, да, на украинском. Ну да, но я видел на русском, скажу, жить просто рекламно, да. Суть в чём, что необходимо систематически исследовать то, что человек делает в течение дня, ну, определённое количество времени, да, понятно, не один день, это много дней, да, какая-то динамика, и попытаться максимально исключить всё, что человека может отвлекать или представляется ему лишним, да, что не оставляет время на то, чтобы медленно пройтись по гору, да. Фактически, в принципе, есть техники mindfulness, осознанности похожие, да, когда я иду, вот, медитация при ходьбе, чанин, мы мастерами чанин-дзен практиковалась, да, вот здесь нечто подобное, но здесь акцент не только на том, что я делаю, когда я иду, когда я отдыхаю, когда я ем, когда я там общаюсь, а то, что мне мешает это делать, то есть, в первую очередь, это нам, допустим, гаджет, да, вот я даже сегодня сидел, сейчас там было одно важное сообщение, тоже отвечаешь, а сидишь при этом, говоришь, и счастье, да, вот эти вещи, тоже необходимо максимально ограничивать гаджеты, социальные сети, e-mail, да, то есть, коммуникацию, возможно, необходимо выделять какое-то время в день, когда ты отвечаешь, ну, а когда это происходит не в момент, который ты для себя выделил, что утром-вечером я отвечаю на почту, да, утром-вечером я отвечаю на сообщения на фейсбуке, тогда необходимо очень четко дифференцировать, насколько это срочно, если это не срочно, то лучше этого не делать, да, и вот такой подход предполагает отказ от всего избыточного, всего лишнего, да, допустим, даже от, ну, к излишнего выбора, есть замечательный автор Барри Шварц, у него есть работа, как же она называется, у Барри Шварца, ну, в общем, да, парадокс выбора, the paradox of choice, он называется. Да, человек страдает от избытка возможностей. Дело в том, что человек, приходящий в магазин, где есть там только один сорт колбасы, как это было в Советском Союзе, пострадает от понятной причины, потому что нет выбора, и, по-моему, как правило, план. Это мне очень интересно. Но человек, который приходит и там 20, 30, 40 возможностей выбора, тоже, как показывают исследования Барри Шварца и его коллег, тратит намного больше времени на выбор, и намного меньше удовлетворен выбором, который он сделал. Поэтому не стоит, конечно, ограничивать супермаркет, да, мало ли кому что нравится, это прекрасно, что есть 30, 40 и 100 разных вариантов. Однако стоит каждому человеку, если он не хочет тратить на это много времени, хочет сохранить интеллектуальную энергию, ну, чтобы для него были значимые, важные, ценные, необходимо сформировать себе способ выбора, для того, чтобы не тратить много времени на то, что в итоге себя не отбудет. Да, и вот такой подход более такой медленной жизни и подход, в соответствии с которым мы пытаемся избавиться в жизни от всего избыточного, от всего лишнего, того, что нам мешает проживать жизнь, мне кажется, это не столько техника, сколько способ эти техники реализовывать, мне кажется, одним из наиболее важных для современного человека. Для человека, у которого множество стимулов, множество каких-то отвлекающих внимания факторов, однако для того, чтобы быть счастливым, нужно обращать внимание на важные вещи, на все факторы. А для этого необходимо использовать стратегии для того, чтобы максимально ограничивать все, что вмешивается, что заставляет меня как-то обращать на это. Я вернулся к вам, я так понял, мы четыре пошли, эти вопросы или не пошли. Ну, вроде последний был уже четвертый. А, ну вот, да, у нас старый счет 20 минут реванта, это та часть, где поговорить с другими людьми, но у меня перед ним есть мой личный вопрос, который я его не вписал, но если это называется метрика счастья, используемая либо в компаниях, либо в государстве, опять же, я читал какие-то вещи, может, это как желтая, не желтая пресса, не знаю случайность, что какие-то государства вместо ВВП начинают использовать метрику счастья, чтобы управлять своей деятельностью, то есть, не знаю, какая-то новость, чтобы рассказать по вашему мнению, насколько часто начинают изменять и использовать? Ну, как, есть целая традиция, начал это делать, по-моему, Тони Блэр, в Великобритании даже пытались каким-то образом создать какие-то бюрократические организации, которые мы не просто измеряли, потому что, чтобы это измерять, нужны статистические бюро, нужны статистические службы, и это делают социологи, психологи, причем, более того, они большинство известно по фамилиям. Это Динер, это Рут Винховен, это Денглхартс, это масштабы, то есть, конкретно, World Value Survey, и там же изучается счастье. Happy Planet Index, да, то есть, все известные вещи. А вот в Британии потом была инициатива в Бутане, кстати, да, более того, мои коллеги туда ездили по приглашению короля Бутана, изучали счастье бутанцев, да, бутанцы тибетские буддицы, исповедуют тибетскую традицию буддизма, и каким образом это, во-первых, может помочь остальным людям во всем мире, какой вот этот бутанский опыт, ну и плюс, самим бутанцам, может быть, что-то где-то можно сделать лучше, король этому очень озабочен, по тем, чтобы бутанцы были счастливы. Недавно в Британии даже прошла новость о том, что создали Министерство Одиночества, о том, что вот одиночество – это явление, которое очень сильно мешает человеку ощущать счастье, и вот на государственном уровне озаботились тем, что же сделать, чтобы вот люди были счастливы. Ну, это имеет опять-таки свои философские корни, был такой философ, которого звали в просвещении, в Англии, которого звали Еремея Бентам. Еремея Бентам – основатель философии утилитаризма, в соответствии с философией утилитаризма, морально правильным действием будет то действие, которое приносит наибольшее благо, наибольшее количество. Причем благо воспринимается как счастье, оно же как удовольствие. То есть Бентам был сторонником Аристипа Искериена, в общем-то, гедониста, что счастье можно измерить каким-то образом. Много-мало, да, и вот много, чем больше счастья для наибольшего количества людей, тем лучше. Окей, давайте еще разочетесь на вопрос. То есть люди точно измеряют, я согласен? Измеряют. А просто есть ли другие люди, которые обладают властью, которые считают, что этот индекс важен? Есть такие люди. Просто другой вопрос, есть даже, есть теоретики. Есть такой Ричард Лоярд, я его сегодня упоминал, британский, кстати, экономист. Что интересно, такой подход свойственен, ну, может, если не больше, то, по крайней мере, уж точно не меньше, чем психологам-экономистам. Они считают, что это тоже можно вот количественно так. Не просто изобразить психологи это делать, а еще и вот можно построить политику таким образом, государственную, чтобы вот оно влияло, в первую очередь, даже не на счастье, а не на ВВП. Потому что, как показали те же исследования, рост ВВП влияет на рост счастья до какой-то точки, а потом график сглаживается, и для того, чтобы... Причем, чем более человек, например, богатый, тем менее на его счастье влияет на следующий рост доходов, вплоть до точки, когда уже рост доходов практически не влияет, а какие-то вещи, на которые человек может потратить деньги влияют больше. Там поехать за рубеж намного важнее, чем заработать еще в лишний миллион-два. И когда пришли к выводу, что как бы рост ВВП может не сопровождаться ростом счастья, а вот политику-то как-то надо вести, да, надо же куда-то, так сказать, двигаться. А куда двигаться? Ну, давайте сделаем людей счастливым. Просто тут есть ряд проблем, по-прежнему. Первая проблема, что счастье, конечно, поддается измерению, но мы понимаем, что это не является... То есть нельзя сказать, что все счастье можно измерить, что мы исчерпаем сущность счастья просто каким-то количественным показателем. Во-первых, это не так. Во-вторых, не является ли государство здесь агентом, которое очень сильно перебирает свою полномочию, да, вот, которое выходит очень сильно за пределы того, что все-таки должно подниматься под государство. Понятное дело, что если люди несчастны, что-то не так, да, но насколько это ответственность государства, насколько это не ответственность общества, общества и государства. Общество и государства едины только в тоталитарных государствах, да. Чем менее государство тоталитарно, тем меньше там государства вмешиваются в жизни общества. Только для того, чтобы обеспечить безопасность, это базовый уровень, например, и все, да. И насколько не является ли это путем в тоталитарное общество, потому что Советский Союз, Коммунистический Китай, Тоже озаботился тем, чтобы подданные были счастливы, но в итоге железной рукой забудем человечества к счастью и не сработал. Я видел в Китае, когда там будет социальная сеть, где они будут мерить все показатели, и у каждого гражданина будет свой пилот. Но тут все-таки надо понимать, что они не говорят о том, что они это делают, чтобы люди были счастливы, они это делают для сохранения власти в общественной практике. Там, по-моему, сейчас тоже есть, потому что там коэффициент какого-то хорошего гражданина, то есть это главный коэффициент, но сейчас в него тоже входит. Да, но тем не менее задача не такая, но даже если представить себе, вот, есть замечательный Роман Олдас и Хаксли «Гимный новый мир», да, где вот, но у Хаксли был друг, которого звали Бартран Рассел, да, философ, логик, математик. Так вот, Бартран Рассел написал небольшое произведение как ответ Хаксли, потому что Хаксли изначально воспринимал это не как антиутопия, а как утопия. Да, он начал интерпретировать от Романа Начо уже, по-моему, когда началась Вторая мировая война в втором году, да, Роман 34. То есть какое-то время он писал, вот так должно быть, а потом оказалось, что это было не антиутопия, что это плохо. Так вот, Рассел оппонировал Хаксли, написал о том, что люди-то несчастье хотят. То есть люди не хотят быть счастливыми. Вот люди хотят ощущать то, что Ницше называет, да, вот этой жаждой власти, но это жажда не столько власти, сколько могущества и преодоления. Да, люди хотят трудностей, мы эволюционно не склонны к тому, чтобы быть счастливыми. Как я говорил, да, люди не эволюционировали для счастья. То есть счастье это дорожно указать. Да, вот фактически тут вряд ли можно, я все-таки скептик по отношению к тому, что с помощью государственного вмешательства можно сделать людей счастливыми. Мне кажется, что это будет скорее людей инфантилизировать, делать пассивными, делать безответственными за то, кем они являются. И это фактически противоречит нашей вот этой базовой природе, которая формировалась, собственно, каким еще путем туда эволюционно. Но, может, я ошибаюсь, да, но пока мне кажется так. Мне кажется, что этот вопрос, в принципе, в каком-то идеальном, если в утопическом образе, то он имеет право на существование. Ну, он, в принципе, существует, да, это уже такая попытка. Но просто тут вопрос критерия, да, что мы считаем критерием счастья, да. Потому что, если даже мы посмотрим вот эти видео, да, и каждый спикер говорит немножко про свои вещи, да, там, если Чик Сан-Михайл, он говорит про поток, да, про деятельность высшей нервной системы тоже, да, вот это творчество. Я не знаю, учитываешь ли вот эту нейропластичность, то, что называется, да, развитие этих всех нейронных связей, да, как индекс счастья, да. Хотя он, скорее всего, он имеет вознаграждение, да, на уровне даже нервной системы, да, человек себя хорошо чувствует. Я не знаю, включали ли, включили ли они этот показатель. Было бы интересно, если вы их включили, как бы измеряли тоже. МРТ сделали там, короче, там. А там очень сложно было, даже МРТ сделав, МРТ... Потому что там какая-то часть мозга по-любому, которая работает, она будет увеличиваться, а которая, ну, менее работает, она может тоже терять нейроны. И это непонятно, хорошо ли, плохо, потому что ему эти сейчас навыки не нужны, да, ну, то есть, тут сложно, да, как это измерить и критерии. Критеризировать, да, создать критерии, создать критерии, да, как к этому. Хотя, в принципе, идея хорошая, если государство какое-то, ну, это идея государства благоденства была, да, раньше. Валфер-стейт. Да, да, да. В принципе, идея хорошая, чтобы создать, ну, она у нас, скорее, была бы хороша для, в варианте создать условия, да, максимальные для развития творческой личности и реализации разных-разных, ну, таких вот вещей. В принципе, это, я считаю, нормально. И, в принципе, это буддийское государство, в принципе, тоже оно основывается на, 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 на сострадательности, но, в принципе, это тоже один из аспектов счастья, когда все взаимосчастливы, да. Это, 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 это проект уже, в принципе, по крайней мере, как проекту уже не одна тысяча лет. И вот, ну, возможно, когда там, когда-то реализуется. Окей. Я бы тебе не знал. Ну, да, ну, как-то, да, тут же проблема именно государственного вмешательства. Очень часто получается, что когда-то приходит государство, то оно начинает проводить хуже, чем государство не приходило, поэтому... Окей, давайте, сейчас, у меня еще есть один вопрос, я вот задам, если не будет какой-то активности, а если у вас есть вопросы, тоже можно поставить вопрос. Есть вопрос, но можно в конце любых. А это уже конец. Тут да, тут да, тут да. Хорошо, тут в реле много и много и много всякого, конечно, и много лишнего, в том числе, и достаточно утилитарного, мне кажется, но почему-то очень почти не затронута была тема прогресса, как элемента счастья. То есть, я, например, считаю, что прогресс можно рассматривать как утилитарный способ достижения счастья, например, каждый день увеличение дозы героина, каждую неделю новые достижения, каждый месяц повышение зарплаты, да, каждый год нового ребенок такого плана не решит. Ну, мы просто тут можем опереться в физические ограничения нашей организации. Ну, это понятно, я имею в виду о каком-то идеальном понятии, идеального счастья, потому что он находится все время в плюс 8. Нет, если, не, ну, плюс 8, 9, тогда это плюс 16, плюс 32, плюс 64, то есть, тогда нужна прогрессия, действительно, если вы говорите о прогрессии, то он должен быть, но, опять-таки. Но, мне кажется, прогресс должен дойти именно, чтобы в плюс 8 находиться, а не делать какие-то, вот, считать себя счастливым все время. Что значит, что в плюс 8, 10? Ну, мы про Селлингман, Селлингман говорил, что мы знаем, что сделать, если с минус 6 до минус 2, там, или до нуля, а если с нуля или 2 до плюс 6, или 8, мы не знаем, что делать в этом позитивной психологии, появились. Это субъективное ощущение? Нет, ну да, да, то есть, понятно, что счастье измеряется само отчетом. Человек спрашивает, ну сколько вы уже, ну, балл. Да, и человек там говорит, вот, на 100. Да, тут речь, ну, если я правильно понял, о том, чтобы максимизировать, увеличивать дальше. Да, я просто, мне кажется, что если жить каждый день лучше, чем предыдущий, то это будет поддерживать именно вот эти плюс 8. А если просто каждый день считать, что ты счастлив, что у тебя хороший фон, у тебя было хорошее прошлое, у тебя планируется хорошее будущее, тебе сейчас хорошо, это будет около нуля счастья на кондиционерах. Ну, в этом есть смысл, ну, просто, более того, я с вами абсолютно согласен. Просто проблема в том, что это гипотетическая ситуация. То есть, можно ли это обеспечить в реальном мире, скажем так, я согласен. Частично. Можно? Ну, очень частично. Очень частично. То есть, мы не можем избежать смерти родственников. То есть, скажем, что люди умирают на своей смерти. Мы не можем избежать некоторых болезней. Вот есть исследование, например, рака, да, по-моему, Американского национального института здоровья, здравоохранения. Ну, не суть, да, в общем, каких-то очень таких авторитетных организаций о том, что лишь 40% онкологических заболеваний связаны с нашей активностью в повседневной жизни. Да, 60% не связаны. То же самое можно сказать, например, про то, от чего люди умирают. Да, инфаркты, инсульты, автокатастрофы. Да, то есть, вот есть вещи, которые мы никак не можем контролировать. Мы не можем контролировать, ну, по крайней мере, в той степени, в которой мы бы хотели, собственно, уровень дохода. Понятное дело, что хотелось бы, чтобы он рос, да, но всегда можно иметь какие-то проблемы на работе, нас уволят, или там бизнес прогорит, и, собственно, мы росли, 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 а потом в какой-то момент оказались у разбитого корыта. Поэтому, конечно, если это получается, это, по всей видимости, будет делать человека счастливым, и по тем данным, которые он здесь делает, если у него растет какой-то уровень, то вот что для него важно, нужно. Но реально ли обеспечить в жизни, наверное, все-таки вот до конца нереально. А вот пока нереально, ну, приходится вот как-то говорить о том, что... Естественно, это будет нереально, ведь не существует идеально счастливого человека. Конечно, да. Это социально не может быть, если бы все были идеально счастливыми, и все в полумирали. Никто бы не размножался, и все было нынешнего. Это не все слепых идеально умирали. Ну, или мы о них не знаем, они сидят медитируют, и в любом случае не оставили потом, что, короче, это не передалось. Ну да, эти гены остались с ними, да. Да, это действительно, тут очень хорошая мысль, как один автор писал, нейробиолог, о том, что если бы был прозак во времена Магилана, антиблюдепрессант, да, и Магилан бы его принимал, он бы не поплыл на круг света, и не было бы никаких географических открытий. То есть нам нужна неудовлетворенность, и что интересно, например, молодость, люди в молодости считаются, что более счастливы, но в действительности не очень, да, люди счастливее постарше, ну, назад, у нас нет, потому что у нас отстойная система социального обеспечения, то есть людей всю жизнь обманывали, они остались у разбитого корыта на пенсии. Да, но тогда мозг отмирает тоже, и все, сегодня один процесс сделал, и, короче, обманывался. Ну да, в Соединенных Штатах и в Западной Европе люди, которые только выходят на пенсию, в это время после, счастливее людей, там, 20-30 лет, 20-30 лет, там же. Это время, когда необходимо активно работать, а тут они раз, и, в общем-то, жить можно, да. И тоже, к чему я это вел, к тому, что молодежи, да, если бы молодежь была очень счастливой, действительно счастливой, то какого-то движения вперед не было, подвели вообще к этой активности, потому что и так не нужно. Поэтому какая-то степень удовлетворенности тоже нужна. Да, и когда я говорил об демоническом счастье, о том, что счастье это не только и не столько, да, сумма позитивных эмоций, это еще и какая-то осмысленность, мы можем переживать страдания, но живем при этом осмысленную жизнь, и если у нас спросить, в конце концов, счастливым мы или нет, мы скажем, да, да, потому что мы что-то делаем. Но были любыми абсолютно счастливыми, ничего не делали. Поэтому тут вы правы, и все. Мне кажется, что тут неудовлетворенность это категория не совсем точно... Связанная? Нет, не совсем точно характеризирующая процесс развития. Потому что музыкант, он может чувствовать действительно неудовлетворенность, когда он не занимается музыкой, да, но по жизни он, в принципе, не чувствует... Ну, если взять какого-то там человека творческого, да, он не скажет, что он неудовлетворен в жизни. Он удовлетворен в жизни постольку, поскольку он занимается, да. То же самое тот же человек, который медитирует, он удовлетворен постольку, поскольку он медитирует. Ну, так как это медитация, в принципе, никто у него забрать не может даже, ну, потому что он человек, нервная система, да, то, соответственно, он удовлетворен постоянно, да, и может у него процент возрастать, потому что, ну, опять же, эти нейронные связи новые и так далее, и так далее. Поэтому развитие оно всегда будет. Даже если, например, человеком уже движет интерес. Это эволюционные такие вещи. То есть человек не может испытывать счастье, когда он не находит интереса. А интерес, соответственно, у него всегда есть. Он или удовлетворяется или нет? Человек если удовлетворяет, идет дальше, у него счастье. Предполагается, что у меня бы не было интереса, если бы я ощущал абсолютное блаженство, удовольствие. То есть интерес предполагает некое, предположим, что у меня чего-то нет. Вот я читаю книгу про буддизм. Если бы я абсолютно все знал про буддизм, я бы не читал. Но я не знаю что-нибудь про взаимосвязь между планетами. А если я все знаю? Просто гениальный астроном, гениальный буддолог, гениальный успешатель. Кстати, вот эти вопросы все. То есть эти вопросы нереальной реальности, конечно, не являются научными. Ну, вы знаете, это мысленный эксперимент, тут как раз они нужны, потому что они наилучшим образом иллюстрируют какую-то ситуацию и отсекают вишни. Фактически мы, то есть если задача эксперимента какая, это показать с помощью моделирования какой-то ситуации, что именно то, что мы считаем причиной влияет на то, что мы считаем следствием, а не что-то другое. Да, и здесь то же самое, мысленный эксперимент, мы просто это делаем не вовне, а изнутри мы пытаемся представить себе ситуацию, в которой нету никаких других явлений, кроме предполагаемой причины, предполагаемое следствие, смотрим, сработает оно или нет. Поэтому, да, это не то, что мы можем проверить, но это то, что мы можем как-то помыслить и соотнести. Но все равно же не можем проверить. То есть это вы, да, останетесь всегда. Чем богата тема, мы можем подумать, помедитировать. Хорошо, спасибо. И еще какие-то вопросы? А просто очень короткий ответ. Практически то, о чем вы сейчас в конце говорили, хотела уточнить в контексте идеи безусловного базового дохода. Молодость, реализация, прогресс, интерес. Как это при введении такого базового дохода? Вот, собственно, мы проговорили, по-моему, часть уже этого. То есть чем мотивируется человек? Удальтворенность, потому что у него все-таки есть интересы, при том, что он уже в какой-то степени удальтворен на его потребности. То есть разглянется ли человек окончательно, либо все равно у него будут оставаться какие-то тенденции, потенциал, который он захочет реализовывать, развивать, при том, что он обеспечен. И особенно в Украине. Витальтворители разные, разные страны савили уже этот эксперимент, по-разному реагируют. И вот сейчас это интересно для нашей страны. Для нашей страны, если у нас... Это опять зависит от системы ценностей. Потому что если у нас система ценностей не соответствует, но если у нас ценностью является тот же базовый доход, то, соответственно, неудовлетворенность этой ценности для людей, для которых эта ценность важна, ну, будет как несчастье, соответственно. Потому что, ну, и базовый доход, это тоже достаточно субъективно. То есть не то, что субъективное, а относительно контекста. Вот в Украине такой должен быть базовый доход, в другой стране он должен быть другой. И если брать просто эту пирамиду маслол, да, то можно сказать, ну, исходя из этой концепции, опять же, я не буду брать все концепции, то да, вот есть, и даже тот же график, да, есть определенная корреляция между доходом, да, и уровнем счастья. Но эта корреляция становится не такой значимой, когда уровень дохода достигается определенный, и человек пытается уже удовлетворить другие свои потребности. Но, опять же, для некоторых людей, которые занимаются тем же творчеством, человек может не доедать и не допивать, и быть просто счастлив от того, что с ним происходят такие замечательные процессы. То есть это достаточно... Это зависит и на настоящем от индивидуальной нервной системы человека. Ну, тоже я скажу, что я не знакомился сильно с результатами, потому что я знаю Финляндии, там проводился эксперимент, я не знаю еще где, какие, да, тут нужно для того, чтобы выносить суждения, ну, как-то познакомиться с данными материалами. Но тут важно, что базовый бессловный доход вводится почему? Не просто потому, что вот есть очень доброе правительство, которое вот хочет, да, все были счастливы. По той причине, что, в общем-то, экономический продукт создается весьма эффективно, и для этого не нужно большое количество людей, которые бы работали, для того, чтобы его создавали. Но эти люди должны как-то поддерживать существование, раз, и они должны покупать эти товары, которые производятся, ну, в первую очередь, роботами. Два. Для того, чтобы они потребляли. То есть переход экономики от экономики производства к экономики потребления требуют вот этого базового бессловного дохода, так или иначе, потому что люди должны покупать и как-то жить. Ну, вот, ну, то есть, во-первых, так, да, а во-вторых, насколько это повлияет на человеческое счастье, есть немало людей, которые работают, несмотря на то, что их уровень дохода позволяет не работать. Да, особенно это в разных странах происходит. Другое дело, что это люди весьма специфические, то есть их опыт нельзя распространить на всех. Я думаю, что это будет в дальнейшем проблемой, просто будут развиваться технологии виртуальной реальности, и те люди, которые, ну, не очень счастливы, и не могут сами себе найти занятия, да, имея базовый бессловный доход, и не имея, соответственно, необходимости работать, просто будут, создавая, они будут покупать довольно дешевые вот эти очки виртуальной реальности, и со временем просто вот мигрировать, так сказать, туда. Да, то есть матрица в данном случае получается не столько чем-то плохим, сколько чем-то, что позволяет, ну, не хочу говорить, утилизовать, но по крайней мере вот направить людей вот в какое-то русло условно недеструктивное, то есть не конструктивное, но пусть хотя бы недеструктивное, чтобы они там сидели, играли, там, были там эльфами 80-го уровня, и все у них было хорошо. Да, вот, наверное, так. А то, что сказал коллега, да, это вполне индивидуально, то есть будут люди, которые будут находить, да, у них будет смысл, они будут счастливы, сами себе создавать основания для счастья, будут те, кто не будет, ну, им на помощь придет виртуальная реальность. Заграли критически вывод. Ну, то есть, если им, ну, игра будет удовлетворять, потребуется размножение, то, соответственно, человек закончит... Ну, он уже сейчас удовлетворяет. На самом деле, я больше скажу, вымрут не только, они вымрут все. Ну, рано или поздно, только они вымрут все. Солнечная система тоже, да, и все. Так, это бесковать, в принципе, да. Ну, это не выбор, то идет Нирвана. Нирвана, она всегда с нами. Даже уходить не надо, да. Это уже на другом берегу. Знаете, это анекдот, он уходит, да. Как буддийский анекдот, ну, кто надо, кто поймет. Говорит, что лодочник привези мне на другой берег. Это уже на другом берегу. Да, ну, это, да, там, Нирвана-сансара, и Дежв Нирвана-сансара одно, соответственно, на другом берегу. Окей, давайте на этой веселой ноте мы закончим трансляцию, попрощаемся с людьми, пожелаем им счастья, и скажем спасибо, что смотрели. И точно будет следующий ивент весной, скорее всего, про Украину, и скорее всего, будет больше людей. Если вы знаете каких-то людей, которые изучают участие, тоже пишите нам и приглашайте их к нам. Спасибо вам большое, спасибо большое, что были и участвовали. Сейчас можно просто поговорить без концентрации и без этого круга. Все, на сегодня очень круто было. Всем на встречу.